Книга шестая. 1736-1741 годы. Это лишь было в мольбах. Клок поля не слишком обширный. Где бы сад был и близко от дома бегущий источник, да ко всему лесок небольшой. Я не могу прибавить пространней и лучше боги послали. Гораций, сатиры, книга вторая, перевод Фета. Ну, что до этого. Я не хотел ничего больше. Мне не нужно было даже владеть всем этим. Мне достаточно было пользоваться. Я давно уже говорил и считал, что собственник и обладатель очень часто совершенно разные лица, если даже оставить в стороне супругов и любовников. Тут начинается краткая пора счастья в моей жизни. Тут наступают для меня мирные, но быстротечные минуты, дающие мне право говорить, что и я жил. Минуты, драгоценные и столь горячо оплакиваемые, возобновите для меня сладостные течения, если возможно, теките в моем воспоминании медленнее, чем текли в действительности, когда вы так быстро сменяли одна другую. Как буду я продолжать этот трогательный и простой рассказ, говоря все время об одном и том же? Что должен я сделать, чтобы не наскучить читателям повторением того, о чем сам себе рассказываю непрерывно и без скуки? Если бы еще все, о чем я хочу рассказать, заключалось в действиях, поступках или словах, я мог бы описать и так или иначе передать их. Но как рассказать о том, что не было ни сказано, ни даже подумано, а только почувствовано и пережито, причем я не мог бы указать ни на какой другой источник своего счастья, кроме этого самого чувства? Я вставал вместе с солнцем и был счастлив, совершал прогулку и был счастлив, видел маменьку и был счастлив, покидал ее и был счастлив, обегал леса и холмы, бродил по долинам, читал, лентяйничал, работал в саду, срывал плоды, помогал по хозяйству, и счастье сопровождало меня повсюду. Оно не заключалось ни в чем определенном, оно было всецело во мне самом и не могло покинуть меня ни на мгновение. Ничто из происшедшего со мною в этот драгоценный период моей жизни, ничто из того, что я делал, говорил, думал за все это время, не исчезло из моей памяти. Предшествующее и последующее я помню смутно и отрывочно. Но это время помню целиком, словно оно еще продолжается. Мое воображение, в юности всегда стремившееся вперед, теперь возвращается к прошлому и сладостными воспоминаниями вознаграждает меня за всегда утраченные надежды. Приведу из этих воспоминаний один пример, по которому можно судить о их силе и правде. Когда мы в первый раз отправились ночевать в Шарметты, маменька села в носилки, а я сопровождал ее пешком. Дорога шла в гору. Маменька была нелегкая. И, боясь слишком утомить носильщиков, она приблизительно на полдороги решила сойти, чтобы остальную часть подъема пройти пешком. Вдруг она видит за изгородью что-то голубое и говорит мне «Вот барвинок еще в цвету». Я никогда не видал барвинка, но не нагнулся, чтобы разглядеть его, а без этого поблизорукости. Никогда я не мог узнать, какое растение передо мной. Я только бросил на него беглый взгляд. После этого прошло около тридцати лет, прежде чем я снова увидел барвинок и обратил на него внимание. В 1764 году, гуляя в Крессие, со своим другом Дюпейру, я поднялся с ним на небольшую гору, на вершине которой был маленький павильон, который он справедливо называл Бельвю. Прекрасный вид. Дюпейру, Пьер Александр, один из близких друзей Руссо, сохранивший с ним тесные отношения до самой его смерти и принявший деятельное участие в издании первого посмертного собрания его сочинений. В ту пору я уже начинал немного герборизировать. Подымаясь на гору и заглядывая в кустарники, я вдруг испускаю радостный крик «Ах, вот барвинок!» И действительно это был он. Дюпейру заметил мой восторг, но не понял его причины. Он поймет ее, надеюсь, если когда-нибудь прочтет эти строки. По впечатлению, произведенному на меня подобной мелочью, можно судить о том, как глубоко запало мне в душу все, что относится к тому времени. Деревенский воздух, однако, не вернул мне прежнего здоровья. Я был слаб, а стал еще слабее. Я не выносил молока и вынужден был отказаться от него. В то время принято было от всего лечиться водою. Я так налег на воду, что она чуть не освободила меня не только от всех болезней, но даже и от жизни. Каждое утро, встав, я шел с большим стаканом к источнику и, прогуливаясь, понемногу выпивал около двух бутылок. Я совсем перестал пить вино за едой. Вода, которую я пил, была жестковата и, как большинство горных вод, плохо усваивалась. Короче говоря, менее чем в два месяца я окончательно испортил себе желудок, до этого вполне исправный. Расстроив пищеварение, я понял, что мне больше уже не поправится. В то же самое время со мной произошел случай, исключительный как сам по себе, так и по последствиям, которые прекратятся только вместе с моей жизнью. Однажды утром я, чувствуя себя не хуже обыкновенного, раздвигал складной столик, как вдруг ощутил во всем теле внезапное и почти непостижимое потрясение. Не могу сравнить его ни с чем другим, как только с бурей, поднявшейся в моей крови и мгновенно овладевшей всем моим телом. Артерии мои стали пульсировать с такой ужасной силой, что я не только чувствовал их биение, но даже слышал его, особенно биение сонных артерий. К этому присоединился сильный шум в ушах. Этот шум слагался из трех, вернее, четырех звуков — тяжелого и глухого жужжания, более ясного ропота, как от бегущей воды, очень резкого свиста и того биения, о котором я только что сказал. Я мог без труда считать его удары, не щупая пульса и даже не дотрагиваясь руками до тела. Шум внутри был так силен, что лишил меня прежней тонкости слуха, и я стал, если не глухим, то тугоухим. И уже навсегда. Можно представить себе мое изумление и ужас. Я решил, что умираю, и лег в постель. Позвали врача. Я рассказал ему, что со мной произошло, содрогаясь и считая, что моя болезнь неизлечима. Кажется, он был того же мнения, но принялся за свое ремесло. Он пустился в длинные рассуждения, из которых я ничего не понял. Потом, в виде вывода из своей великолепной теории, он начал, как на животном, то опытное лечение, которое ему вздумалось применить. Оно было так тягостно, так отвратительно, так мало помогало, что скоро надоело мне. Через несколько недель, видя, что мне не лучше и не хуже, я оставил постель и начал свою обычную жизнь с биением артерии и шумом, который с тех пор, то есть вот уже тридцать лет, не покидал меня ни на минуту. До этого я был большой Соня. Совершенная бессонница, присоединившаяся ко всем этим симптомам и постоянно сопровождающая их до сих пор, окончательно убедила меня, что мне осталось недолго жить. Эта уверенность на некоторое время избавила меня от усилий поправиться. Не будучи в состоянии продлить свою жизнь, я решил воспользоваться теми немногими днями, что мне остались. Эта возможность у меня была благодаря странной снисходительности природы, избавившей меня от мучений, которые должно было бы вызывать мое ужасное состояние. Шум в артериях надоедал мне, но я не страдал от него. Он не сопровождался ничем, кроме ночной бессонницы, до постоянной одышки, однако не доходившей до удушья и дававшей себя чувствовать только при беге или физическом напряжении. Этот случай, который должен был убить мое тело, убил только мои страсти. И каждый день я благословлял небо за то благотворное действие, которое оказал он на мою душу. Я прямо могу сказать, что начал жить только тогда, когда стал считать себя конченным человеком. Оценив по-настоящему все, с чем мне приходилось расстаться, я обратился к более возвышенным занятиям, как бы в предвидении тех, которые мне скоро предстояло выполнить и которыми я до сего времени пренебрегал. Я часто понимал религию на свой лад, но никогда не жил совсем без религии. Поэтому мне легче было вернуться к этому предмету, для многих столь печальному, но сладостному для тех, кто видит в нем утешение и надежду. В этом вопросе маменька была мне гораздо полезнее, чем все богословы. Возводя все в систему, она не приминула точно так же поступить и с религией. И тут система составилась из очень разнородных идей, отчасти очень здравых, отчасти чрезвычайно нелепых, из чувств, свойственных ее характеру, и предрассудков, связанных с ее воспитанием. Вообще говоря, верующие делают Бога таким, каковы они сами. Добрые делают Его добрым, злые – злым. Полные ненависти и желчи ханжи не видят ничего, кроме ада, потому что им хотелось бы всех осудить на вечную муку. Нежные и любящие души совсем не верят в ад. И я не могу прийти в себя от изумления, видя, что добрый Фенелон говорит в своем телемахе об аде так, будто в самом деле верит в него. Но я надеюсь, что он в данном случае лгал, потому что, в конце концов, несмотря на всю свою правдивость, человек вынужден иногда кривить душой, если он епископ. Фенелон Франсуа де Солиньяк де Ламот, 1651-1715, архиепископ города Камбре и литератор. В качестве воспитателя герцога Бургундского написал для него басни и ставший знаменитым роман-памфлет «Телемах», 1699 год, где он с феодально-утопических позиций критикует современность как царство эгоизма и стяжательства. Он говорит, что, не дав нам силы, необходимые для того, чтобы мы были праведниками, он не может требовать более того, что дал. Самым странным было то, что, не веря в ад, она, тем не менее, верила в чистилище, так как не знала, куда девать души злых, не желая ни осудить их, ни поместить с добрыми душами, пока они сами не сделаются такими же. И надо признать, что в самом деле злые и на том, и на этом свете всегда доставляют много хлопот. Другая странность. Нетрудно заметить, что этой системой разрушается все учение о первородном грехе и возмездии, что она колеблет основы общераспространенного христианства и что, во всяком случае, католицизм не может при ней существовать. А между тем, маменька была, или же, по крайней мере, считала себя, доброй католичкой и считала, несомненно, совершенно искренне. Ей казалось, что священные писания обычно толкуют слишком буквально и слишком грубо. Все, что в нем говорится о вечных муках, представлялось ей лишь угрозой или иносказанием. Смерть Иисуса Христа представлялась ей примером подлинного божественного милосердия, ниспосланным для того, чтобы научить людей любить Бога и также любить друг друга. Одним словом, верная избранной ею религии, она искренне признавала весь символ веры. Но как только дело доходило до обсуждения отдельных догматов, обнаруживалось, что она верит совсем не так, как церковь, хотя и подчиняясь ей во всем. Маменька проявляла при этом простосердечие и искренность, более красноречивую, чем все ученые препирательства и часто ставившую в тупик ее духовника, от которого она ничего не скрывала. «Я хорошая католичка», — говорила она, — «и хочу быть ею всегда. Я всей душой принимаю заветы Святой Матери Церкви. Я не властна над своей верой, но властна над своей волей. Я подчиняю ее без оговорок и хочу верить всему. Чего же вам еще надо?» Если бы христианской морали вовсе не существовало, я убежден, что маменька все же поступала бы согласно ей, до такой степени морали эта соответствовала и ее характеру. Она следовала всем ее предписаниям, но поступала бы точно так же и без этих предписаний. В делах незначительных она любила повиноваться, и если бы ей было дозволено, даже предписано, и есть скоромное, она стала бы соблюдать пост для Бога и для себя, не примешивая к этому никакого расчета. Но вся эта мораль была подчинена принципам де Тавеля, или, вернее, маменька не усматривала в ней ничего, противоречащего им. Со спокойной совестью отдавалась бы она ежедневно двадцати мужчинам, не чувствуя при этом ни угрызений совести, ни желания. Я знаю, что большинство ханжей в этом отношении не более совестливо, но разница в том, что тех совращают их страсти, а ее совращали только ее софизмы. Среди самых трогательных и, смею сказать, самых назидательных бесед она переходила к этому предмету, не меняя ни выражения лица, ни тона и не думая, что противоречит сама себе. Она могла бы даже прервать этот разговор, если бы понадобилось, и потом возобновить его с прежней невозмутимостью. Так искренне убеждена она была в том, что все это лишь правила общественной нравственности, которые каждый разумный человек может толковать, применять или обходить сообразно с обстоятельствами, нисколько не рискуя согрешить перед Богом. Хотя в этом вопросе я, конечно, не был с ней согласен, но, признаюсь, не смел спорить, стыдясь той малозавидной роли, которую мне пришлось бы при этом играть. Я старался бы установить правила поведения для других, делая исключение для самого себя. Но, не говоря уже о том, что темперамент предохранял ее от злоупотребления этими принципами, я знал, что она не из тех женщин, которые поддаются обману, и что требовать исключения для себя, значит предоставить ей делать его для всех, кто ей понравится. Впрочем, я только указываю мимоходом на ту непоследовательность в ряду других. Она имела мало влияния на поведение маменьки, а в ту пору и вовсе не влияла на него. Но я обещал точно изложить ее принципы, и хочу это обещание сдержать. Возвращаюсь к себе. Находя в ее взглядах все правила, которые были мне нужны для того, чтобы уберечь свою душу от страха смерти и ее последствий, я с доверием черпал из этого источника веры. Я привязался к маменьке более чем когда-либо. Я хотел бы передать ей все свои жизненные силы, которые, казалось, готовы были оставить меня. Возросшая привязанность к ней, убеждение, что мне осталось мало жить, чувство глубокого доверия к судьбе привели к тому, что меня не покидало очень спокойное и даже не лишенное удовольствия состояние, которое, притупляя все страсти, Далеко заводящие нас в опасениях и в надеждах, давало мне возможность без тревог и волнений наслаждаться немногими оставшимися мне днями. Прелесть их увеличивалась тем, что я старался доставить маменьке все удовольствия, способные поддержать в ней влечение к сельской жизни. Стараясь вызвать в ней привязанность к саду, птичьему двору, голубям, коровам, я сам привязывался ко всему этому. И мелкие занятия, наполнявшие весь мой день, не нарушая моего покоя, имели больше значения, чем молоко и всякие лекарства для поддержания моего бедного организма и для его относительного восстановления. Сбор винограда и фруктов скрасил нам остаток года, и это еще более привязало нас к сельской жизни и к окружающим нас добрым людям. С большим сожалению, встретили мы приход зимы и вернулись в город как в изгнание. Я испытал особенно горестные чувства, потому что, не надеясь снова увидеть весну, думал, что навсегда прощаюсь с шарметтами. Покидая их, я целовал землю, деревья и, удаляясь, несколько раз оборачивался назад. Давно уже оставив своих учениц, потеряв вкус к городскому обществу и его развлечениям, я больше никуда не выходил, ни с кем не видался, кроме маменьки и господина Соломона, с некоторого времени ставшего ее и моим врачом. Это был честный и умный человек, убежденный картезианец, который интересно рассуждал о мироздании. Его беседы были для меня гораздо приятнее и поучительней всех его врачебных предписаний. Я никогда не мог выносить глупого и бездарного пустословия обыденных разговоров. Но разговоры, полезные и содержательные, всегда доставляли мне большое удовольствие. И я от них никогда не отказывался. Беседы с господином Соломоном очень увлекали меня. Мне казалось, что с ним я уже приобщаюсь к тем высоким познаниям, которые душа моя приобретет, когда освободится от земных пут. Расположение мое к нему распространилось и на предметы, о которых он трактовал. И я стал разыскивать книги, которые помогли бы мне лучше понимать его. Наиболее для меня подходящими были те книги, где благочестие сочеталось с наукой. Такими были в частности труды оратории и пор-рояля. Оратория — конгрегация, объединение католических служителей культа, основанная в Риме и перенесенная во Францию, 1611 год. Выдвинув из своей среды проповедников, преподавателей и богословов для пропаганды католицизма, она пыталась приспособить научные данные к католической догме. Пор-рояль — центр янсинизма. Я принялся читать, или, вернее, пожирать их. Мне попала в руки книга отца Лами под заглавием «Беседы о науках». Это было нечто вроде «введения к изучению научных книг». Я читал и перечитывал ее сотни раз и решил сделать ее своим путеводителем. Наконец, несмотря на состояние здоровья, или, вернее, благодаря ему, я мало-помалу начал чувствовать непреодолимое влечение к наукам. И хотя считал каждый свой день последним в жизни, тем не менее учился с таким жаром, точно предполагал жить вечно. Все твердили, что это мне вредно, А я думаю, что это принесло пользу. И не только для души, но и для тела. Занятия так увлекали меня, что я забывал о своих болезнях и гораздо меньше страдал. Правда, ничто не приносило мне действительного облегчения. Но, не ощущая сильных болей, я привыкал к слабости, к бессоннице, к размышлениям вместо действия, и стал, наконец, смотреть на постепенное и медленное угасание своего организма, как на неизбежный процесс, который может быть остановлен только смертью. Такое убеждение не только отвлекло меня от всех суетных житейских забот, но освободило и от несносного лечения, которому меня до тех пор против моего желания подвергали. Убедившись, что лекарства не спасут меня, Соломон избавил меня от них, а для спокойствия моей бедной маменьки сделал несколько безразличных предписаний, которые питают надежду больного и поддерживают доверие к врачу. Я прекратил строгую диету, начал снова пить вино и, по мере сил, стал вести образ жизни здорового человека, во всем умеренного, но не отказывающего себе ни в чем. Я стал даже выходить и снова посещать знакомых, в особенности господина де Конзье, общение с которым было мне очень приятно. Наконец, потому ли, что мне казалось прекрасным учиться до моего последнего часа, или потому, что в глубине моего сердца теплилась надежда на жизнь, ожидание смерти не только не ослабило моего стремления к наукам, но как будто еще более усилило его, и я спешил набраться знаний, чтобы унести их с собой в другой мир, словно думал, что не найду там ничего больше. Я полюбил книжную лавку Бушара, где собирались литераторы, и так как весна, которую я прежде не надеялся больше увидеть, была уже близка, отобрал несколько книг для Шарметт на случай, если буду иметь счастье, туда вернуться. Я испытал это счастье и воспользовался им как нельзя лучше. С неописуемой радостью увидел я первые почки. Снова увидеть весну значило для меня воскреснуть в раю. Только начал таять снег, мы покинули свою темницу и прибыли в Шарметт достаточно рано для того, чтобы услышать первые трели соловья. С тех пор я перестал думать о смерти. И в самом деле странно, что в деревне я никогда не бывал серьезно болен. Я там часто не домогал, но никогда не ложился в постель. Чувствуя себя хуже обыкновенного, я говорил, «Когда увидите, что я умираю, отнесите меня под тень дуба, и я обещаю, что оживу». Несмотря на слабость, я опять принялся за свои деревенские занятия, но лишь поскольку это позволяли мои силы. Меня очень огорчало, что я не мог сам обрабатывать наш садик, но, копнув раз шесть заступом, я начинал задыхаться, подкатился с меня градом и приходилось бросать работу. Когда я наклонялся, биение артерии увеличивалось, и кровь приливала к голове с такой силой, что я поневоле спешил выпрямиться. Принужденный ограничиться менее утомительными занятиями, я, между прочим, увлекся голубятней и так полюбил ее, что проводил там целые часы, не скучая ни минуты. Голубь очень пуглив, и приручить его трудно. Но я сумел внушить своим голубям такое доверие, что они повсюду следовали за мной и давались в руки, когда мне вздумается. Как только я выходил в сад или во двор, тотчас два или три голубя садились мне на плечи и на голову. В конце концов, несмотря на удовольствие, эта свита стала так стеснять меня, что пришлось прекратить столь короткие отношения. Я всегда любил приручать животных, особенно пугливых и диких. Мне доставляет огромное удовольствие завоевывать их доверие и никогда его не обманывать. Я хочу, чтобы они любили меня без принуждения. Я уже говорил, что взял с собой книги. Я пользовался ими, но так, что они больше утомляли, чем просвещали меня. У меня было ложное представление о вещах. Я думал, что для того, чтобы извлечь из чтения пользу, надо иметь все те знания, о которых идет речь в книге. Мне и в голову не приходило, что сам автор черпает их по мере надобности из других книг. Из-за этой нелепой идеи я каждую минуту останавливался, то и дело бросался от одной книги к другой, и нередко, чтобы добраться до десятой страницы той, которую я хотел изучить, мне пришлось бы поглотить целые библиотеки. Однако я так упорно придерживался этой нелепой методы, что потерял бесконечное количество времени и чуть не затуманил себе голову до такой степени, что перестал в чем бы то ни было разбираться и что-либо знать. К счастью, я заметил, что пускаюсь по ложному пути, который может завести меня в бесконечный лабиринт, и сошел с него, прежде чем окончательно заблудился. При настоящей склонности к наукам первое, что ощущаешь, погружаясь в них, это их связь между собой, в силу которой они взаимно притягиваются, помогают друг другу и объясняют друг друга так, что одна не может обойтись без другой. Ум человеческий не может охватить их все, и необходимо всегда выбрать одну как основную. Но если не имеешь некоторого представления о других, часто плохо разбираешься даже в ней. Я чувствовал, что замысел мой правилен и полезен сам по себе, и что надо только изменить методу. Принявшись прежде всего за энциклопедию, я разделил ее по отделам. Потом я увидел, что надо поступить наоборот, взять каждую науку в отдельности и проследить ее до того пункта, где все они соединяются. Так я вернулся к обыкновенному синтезу, но вернулся как человек, знающий, чего он хочет. Размышление возместило мне в этом случае недостаток знаний, а здравый смысл оказался хорошим руководителем. Останусь я жив или умру, мне нельзя терять времени. В 25 лет ничего не знать и стремиться узнать все, это значит взять на себя обязательство не терять времени даром. Не знаю, в какой момент судьба или смерть остановит мое рвение, я хотел на всякий случай приобрести знания обо всем. И для того, чтобы исследовать свои природные дарования, и для того, чтобы решить, что более заслуживает изучения. Начав выполнять этот план, я обнаружил, что существует еще одно преимущество, о котором раньше не думал, а именно экономия времени. Должно быть, я не рожден для занятий науками, потому что долгое прилежание утомляет меня, и я не могу усиленно заниматься одним и тем же предметом даже полчаса, в особенности следя за чужой мыслью, хотя о своей собственной мысли мне случалось предаваться дольше и даже довольно успешно. После того, как я прочитал несколько страниц книги, требующей вдумчивости, мой ум вдруг перестает воспринимать читаемое и теряется в облаках. Упорствуя, я только напрасно изнуряю себя, у меня начинается головокружение, я больше ничего не понимаю. Но при смене разнообразных предметов, хотя бы и непрерывной, один предмет позволяет мне отдохнуть от другого, и я даже без передышки гораздо легче за ними слежу. Я воспользовался этим наблюдением в своем расписании и, перемежая предметы, получил возможность заниматься целый день, никогда не утомляясь. Правда, полевые и домашние работы служили мне полезным развлечением, но в своем возрастающем порыве к знанию я скоро нашел средство урывать время для учения и от работы, и заниматься сразу двумя делами, забывая о том, что от этого каждая из них идет менее успешно. Передавая эти подробности, очаровательные для меня, но часто утомительные для читателя, я соблюдаю, однако, умеренность, о которой он и не подозревал бы, если б я не сообщил ему об этом. Например, в данном случае я с наслаждением вспоминаю все свои попытки разделить время таким образом, чтобы употребить его и с наибольшим удовольствием, и с наибольшей пользой. И могу сказать, что время, проведенное мною в уединении и постоянных болезнях, было именно тем периодом моей жизни, когда я был наименее праздным и меньше всего скучал. В этом волшебном уголке я провел два или три лучших летних месяца, стараясь определить свои умственные интересы. Я наслаждался радостями жизни, цену, которым так хорошо знал, обществом, столь же непринужденным, как и приятным, если только можно назвать обществом наш тесный союз, и теми прекрасными знаниями, к приобретению которых я стремился. Для меня стремление это было как бы уже обладанием, или даже чем-то еще большим, и удовольствие от учения много способствовало моему счастью. Не стоит говорить об этих попытках, которые все были для меня радостью, но слишком простой, чтобы ее можно было передать. Еще раз повторяю, истинное счастье нельзя описать. Его только испытываешь, и испытываешь тем сильней, чем меньше у тебя возможности описать его, так как оно не возникает из внешних факторов, а является собой состояние, длящееся непрерывно. Я часто повторяюсь, но повторялся бы еще больше, если бы говорил об одном и том же всякий раз, как оно приходит мне на ум. Когда мой часто изменявшийся образ жизни наконец установился, вот какой примерно он принял вид. Каждое утро я вставал до восхода солнца. Через соседний фруктовый сад подымался на красивую дорогу, тянувшуюся над виноградником, и шел по склону гор до самого Шамбери. Гуляя, я произносил свою молитву, заключавшуюся не в бессмысленном бормотании, а в искреннем возношении сердца к Творцу милой природы, красоты которой были у меня перед глазами. Я никогда не любил молиться в комнате. Мне кажется, стены и все эти жалкие изделия человеческих рук становятся между Господом и мною. Я люблю созерцать Бога в Его творениях, когда мое сердце возносится к Нему. Молитвы мои, могу сказать, были чисты и потому достойны быть услышанными. Для себя и для той, от которой я никогда не отделял себя в своих заветных желаниях, я просил только о жизни невинной и спокойной, свободной от порока, горя, тягости и нужды, о смерти праведных и о доле их в будущей жизни. Впрочем, молитва моя состояла больше в восторгах и созерцании, чем в просьбах. И я знал, что перед лицом подателя истинных благ лучший способ получить необходимое состоит не в том, чтобы его вымаливать, а в том, чтобы заслужить. Я возвращался с прогулки довольно долгим кружным путем, с любопытством и наслаждением, взирая на окружающие картины сельской жизни, единственные, которые никогда не утомляют ни сердце, ни глаз. Я смотрел издали, начался ли уже день у маменьки. Если ставни у нее были открыты, я бежал к ней, дрожа от радости. Если закрыты, я шел в сад и, ожидая ее пробуждения, развлекался повторением пройденного накануне или принимался за работу по саду. Ставни открывались, я спешил обнять ее, еще полусонную, и это объятие, чистое и нежное, самой невинностью своей было полно особого очарования, которое никогда не соединяется с чувственностью. Наш завтрак обычно состоял из кофе с молоком. Это было у нас самое спокойное время дня, когда мы беседовали всего приятнее. Наши беседы, обычно довольно длительные, навсегда оставили во мне особенное расположение к завтракам. И я предпочитаю обычаи Англии и Швейцарии, где завтрак является настоящей трапезой, к которой собираются все, обычаи Франции, где каждый завтракает у себя в комнате или еще чаще не завтракает вовсе. После часовой или двухчасовой беседы я до самого обеда возвращался к своим книгам, я начал с кое-каких философских книг, с логики Поррояля, опытов Локко, Смольбранша, Лейбница, Декарта и других. Логика Поррояля написана одним из деятелей янсинизма Антуаном Арно в сотрудничестве с Николем, вышла в 1662 году. В этом труде представители янсинизма стоят на общих с Декартом понятиях очевидности, враждебных традиционному церковному догматизму. Локк, Джон, 1632-1704, английский философ, в своем сочинении «Опыт о человеческом разуме», отвергал существование врожденных идей, объявлял все человеческое познание результатом чувственного восприятия внешнего мира, признавая, однако, наряду с внешним опытом, отражением объективной реальности, независимый от него внутренний опыт, рефлексию. Сенсуализм Локка, как указывает Маркс, имел сильное влияние на французских материалистов XVIII века, Гольбаха, Гельвеце, Дидро, а также на самого Руссо. Мольбранш, Никола, 1638-1715, французский философ, в своем сочинении «Поиски истины» стоит на идеалистической позиции, объявляя внешний мир существующим лишь в Боге, а наше познание мира результатом откровения. Лейбниц, 1646-1716, немецкий философ и математик. В своей «Монадологии» он утверждал, что мир состоит из независимых друг от друга непротяженных и, следовательно, неделимых духовных сил монад или душ, отношения между которыми предопределены верховной монадой, то есть Богом. Вскоре я заметил, что все эти авторы находятся между собой почти в постоянных противоречиях и задался химерическим планом согласовать их, что очень меня утомило и отняло много времени. Я запутался и перестал двигаться вперед. Наконец, отказавшись от этой методы, я усвоил гораздо лучшую и ей обязан тем, что достиг успехов, несмотря на недостаток способностей, которых, очевидно, у меня было всегда очень мало для изучения наук. «Читая любого автора, я принял за правило усваивать его мысли и следить за их развитием, не примешивая к ним ни своих собственных, ни чужих, и никогда его не оспаривая. Я сказал себе, «Начнем с того, что станем собирать запас мыслей, истинных или ложных, но во всяком случае ясных, пока голова моя не наполнится ими достаточно для того, чтобы иметь возможность сравнивать их и выбирать между ними. Этот метод, я знаю, не безупречен, но он оказал мне услугу в деле моего образования. Через несколько лет, посвященных исключительно усвоению чужих мыслей, так сказать, не раздумывая и почти не рассуждая, я приобрел довольно большой запас знаний, которых было достаточно для меня самого и для того, чтобы мыслить без чужой помощи. И когда разъезды и дела лишили меня возможности заглядывать в книги, я развлекался тем, что вспоминал и сравнивал прочитанное, взвешивал каждый предмет на весах разума и порой судил своих учителей. Из-за того, что я стал поздно применять свою способность суждения, она, как я убедился, не потеряла своей силы. И когда я обнародовал свои собственные идеи, меня не обвинили в том, что я раб своих учителей и клянусь словами учителя. От этих занятий я перешел к элементарной геометрии, но дальше не пошел, упрямо стремясь преодолеть свою плохую память стократным возвращением к началу и беспрестанным прохождением все того же пути. Мне не нравилась геометрия Эвклида, которая заботится больше о цепи доказательств, чем о связи идей. Я предпочитал геометрию отца Лами, ставшего с тех пор одним из моих любимых авторов. Его сочинения я до сих пор перечитываю с удовольствием. Дальше следовала алгебра и своим руководителем в ней я выбрал также отца Лами. Когда я продвинулся вперед, я стал изучать науку исчисления отца Рено, потом его наглядный анализ, который, впрочем, я только слегка просмотрел. Рено член оратории, математик. Я так и не дошел до того, чтобы как следует понять смысл применения алгебры геометрии. Мне не нравится этот способ производить вычисления, не видя, что делается. И мне кажется, что решать геометрическую задачу при помощи уравнений все равно, что играть арию на шарманке. Когда я в первый раз обнаружил при помощи вычисления, что квадрат бинома равен сумме квадратов его членов и их удвоенному произведению, я, несмотря на правильность произведенного мною умножения, не хотел этому верить до тех пор, пока не начертил фигуры. И это не потому, чтобы у меня не было большой склонности к алгебре, которая оперирует отвлеченными величинами, а потому, что в применении к пространству мне нужно было видеть доказательства в линиях, иначе я ничего не мог понять. За этим следовала латынь. Изучение ее было для меня самым трудным делом, и я никогда не мог достичь в нем больших успехов. Сперва я прибег к латинскому руководству пор-рояля, но без пользы. Эти варварские стихи были мне противны до тошноты, и слух мой никогда не мог к ним привыкнуть. Я терялся в груди правил, и, выучивая последнее, забывал все предшествующие. Затверживание слов — неподходящее занятие для человека с плохой памятью, а я для того, чтобы развить свою память, упорствовал в нем. В конце концов пришлось его оставить. Я достаточно овладел конструкцией, чтобы читать легкий текст с помощью словаря. Я избрал этот путь, и дело пошло на лад. Я занимался не письменными, а устными переводами, и этим ограничился. Со временем я, благодаря упражнениям, научился бегло читать латинских авторов, но писать и говорить на этом языке никогда не мог. Это часто ставило меня в затруднительное положение, особенно когда я, сам не знаю как, оказался в кругу людей, занимающихся словесностью. Другое неудобное последствие такого способа обучения заключалось в том, что я никогда не знал просодии и еще менее правила стихосложения. Однако, желая почувствовать гармонию языка в стихах и в прозе, я сделал немало усилий, чтобы достигнуть этого, но убедился, что без учителя это почти невозможно. Изучив состав самого легкого стиха, гегзаметра, я имел терпение проскандировать почти всего Вергилия и разметить в нем стопы и долготу слогов. Впоследствии, когда у меня возникали сомнения относительно долготы и краткости того или иного слога, я советовался со своим Вергилием. Понятно, это приводило меня к ошибкам из-за вольностей, допускаемых в стихах. Если самообучение имеет некоторые преимущества, с ними связано также много неудобств, а главное, оно полно невероятных трудностей. Мне это известно лучше, чем кому бы то ни было. К полудню я оставлял книги и, если обед еще не был готов, шел навещать своих приятелей голубей или работал в саду в ожидании обеда. Слыша, что меня зовут, я прибегал очень довольный и ел с большим аппетитом. Вот еще одно обстоятельство, которое необходимо отметить. Как бы я ни был болен, аппетит никогда не изменяет мне. За обедом мы проводили время очень приятно, беседуя о своих делах в ожидании, когда маменька сможет кушать. Два или три раза в неделю, если была хорошая погода, мы отправлялись пить кофе в свежей, тенистой, прохладной беседке позади дома, которую я обсадил хмелем. В ней приятно было посидеть, особенно в жару. Там проводили мы часок, осматривая наши овощи, цветы, и ведя беседы о нашей жизни, заставлявшие нас еще больше чувствовать прелесть ее. У меня в конце концов появилась еще семейка пчелы. Я не упускал случая иногда вместе с маменькой навестить их. Я очень интересовался их работой. Меня бесконечно занимало, как они возвращаются с добычей, нагруженные до такой степени, что им трудно передвигаться. В первые дни они сочли мое любопытство нескромным и два или три раза ужалили меня. Но потом мы так хорошо познакомились, что, как бы близко я не подходил, они меня не трогали. И, как бы ни были полны ульи, готовые выпустить рой пчелы, иногда окружали меня, садились мне на лицо, на руки, но ни одна ни разу меня не ужалила. Все животные остерегаются человека и правы, но как только они убеждаются, что он не собирается вредить им, доверие их становится так велико, что надо быть больше, чем варваром, чтобы злоупотребить им. потом я возвращался к своим книгам, но мои послеобеденные занятия нужно назвать скорее отдыхом и забавой, чем работой и учением. Я всегда терпеть не мог кабинетных занятий после обеда и вообще всякий труд в дневную жару мне тяжел. Все же я занимался, но не утруждая себя и почти не соблюдая порядка, просто читал, но не изучал ничего. Больше всего уделял я внимание истории и географии. И так как это не требовало умственного напряжения, делал успехи в той мере, в какой позволяла мне моя слабая память. Я хотел изучить отца Пето и погрузился в дебри хронологии, но мне была противна критическая часть, бездонная и безбрежная, я больше заинтересовался точным измерением времени и движением небесных светил. Пето и иезуит, автор сочинения по хронологии. Я мог бы даже увлечься астрономией, если бы у меня были инструменты, но мне пришлось довольствоваться элементарными сведениями из книг, да несколькими неумелыми наблюдениями при помощи подзорной трубы, чтобы ознакомиться с общим видом небосвода. Моя близорукость не позволяет мне достаточно ясно различать небесные светила невооруженным глазом. У меня сохранилось в памяти одно приключение, воспоминание о котором часто заставляло меня смеяться. Для изучения созвездий я приобрел небесную планисферу. Я прикрепил эту планисферу к раме, и в те ночи, когда небо было ясно, выходил в сад и устанавливал раму на четырех шестах с меня высотой, повернув планисферу к низу. Для освещения я брал свечу, и чтобы ветер не затушил ее, помещал ее в ведро на земле между шестами. Потом, глядя попеременно то на планисферу простым глазом, то насветило в подзорную трубу, упражнялся в распознавании звезд и развлечений созвездий. Я, кажется, говорил, что сад господина Нуаре был расположен террасами. С дороги было видно все, что в нем делалось. Однажды вечером крестьяне, проходившие довольно поздно мимо нашего дома, увидали меня в этом причудливом оснащении за моим занятием. Свет, падавший на планисферу, источника которого они не видели, так как он был скрыт от их глаз стенками ведра, четыре шеста, громадный лист бумаги, испещренный какими-то фигурами, рама, блеск оптических стекол, двигавшихся взад и вперед, придавали всему этому зрелищу вид колдовства, который их испугал. Мое одеяние отнюдь не могло их успокоить. Шляпа, нахлобученная на ночной колпак и маменькин ватный халат, который она заставила меня надеть, делали меня в их глазах похожим на настоящего колдуна. И так, как было уже около полуночи, они не сомневались, что это начало шабаша. Не желая видеть, что будет дальше, они с перепугу пустились бежать, разбудили соседей, рассказали им о своем видении. И эта история так быстро распространилась, что на следующий день всем в окрестности было известно, что в саду господина Нуаре нечистая сила справляла шабаш. Не знаю, к чему привел бы весь этот шум, если бы один из крестьян, свидетелей моих заклинаний, не пожаловался в тот же вечер двум иезуитам, которые бывали у нас. Те, еще не зная, в чем дело, заранее успокоили крестьян, а потом рассказали нам эту историю. Я объяснил, чем она вызвана, и мы долго смеялись. Однако было решено, что во избежание подобных случаев я буду производить свои наблюдения без света, а планисферу изучать дома. Те, кто читал в письмах с горы о моей магии в Венеции, я уверен, найдут, что у меня давнишнее призвание к колдовству. В письмах с горы, часть первая письмо третья, Руссо высмеивает веру в чудеса и магию, рассказывая о производившихся им самим чудесах, то есть занимательных фокусах. Изучение природы приводит каждый день к новым открытиям, пишет он. Техника человека с каждым днем совершенствуется. Любознательная химия нашла превращения, стремительные движения, разряды, взрывы, свечения, воспламенения, землетрясения и тысячи других чудес, способных заставить креститься тех, кто их видит. Таков был мой образ жизни в шарметтах, когда я не был занят полевыми работами. К ним я всегда питал особенное влечение, и в тех случаях, когда это не превышало моих сил, я работал как настоящий крестьянин. Правда, сил у меня было очень мало, так что единственной моей заслугой в этом отношении явилось лишь мое доброе желание. К тому же я хотел делать сразу два дела, и поэтому ни одного не делал как следует. Я вбил себе в голову во что бы то ни стало развить свою память, и многое стал настойчиво заучивать наизусть. Для этого я всегда носил с собой какую-нибудь книгу, которую во время работы с невероятным трудом изучал и твердил наизусть. Не понимаю, как от этих беспрестанных, упорных и тщетных усилий я, в конце концов, совсем не отупел. Нужно же было двадцать раз учить и переучивать эклоги Вергилия, из которых я теперь не знаю ни слова. Я потерял и разрознил множество книг, благодаря своей привычке носить их с собой повсюду, на голубятню, в сад, на огород, виноградник. Занятый чем-нибудь другим, я клал книгу под ножи дерева или на изгородь, всегда забывал о ней и нередко через две недели находил ее истлевшей или изглоданной муравьями и улитками. Страсть к учению превратилась у меня в манию, которая делала меня как бы придурковатым, так как я постоянно бормотал себе что-то под нос. Сочинения пор рояля и оратории, которые я читал больше всего, сделали меня полу-янсинистом. Но, несмотря на всю мою доверчивость, их суровая теология внушала мне ужас. Страх перед адом, которого я до тех пор почти совсем не боялся, мало-помалу разрушал мое спокойствие. И не внеси маменька успокоения в мою душу, эта устрашающая доктрина в конце концов совершенно выбила бы меня из колеи. Мой духовник, бывший одновременно и ее духовником, тоже содействовал тому, чтобы я снова почувствовал себя в своей тарелке. Это был отец Геме, иезуит, добрый и мудрый старец, чью память я всегда буду чтить. Иезуиты — католический монашеский орден, основанный в 1534 году испанским монахом Игнацием Лойолой. За несколько веков своего существования орден иезуитов проявил себя как опасные реакционные силы, не останавливающиеся ни перед какими средствами ради достижения своей цели укрепления власти римского папы в католических странах и за их пределами. В эпоху Руссо орден пользовался поддержкой французского короля Людовика XV и оказывал большое влияние на общественную жизнь. В 1762 году орден был запрещен, восстановлен в 1814 году. Он был иезуитом, но отличался детской простотой, и его мораль, скорее мягкая, чем снисходительная, была именно тем, в чем я нуждался, чтобы уравновесить мрачные впечатления от янсинизма. Этот добрый человек и его приятель отец Копье часто навещали нас в Шарметтах, хотя дорога к нам была очень трудна и довольно длинна для людей их возраста. Посещения их были для меня великим благом. Да воздаст Господь их душам. Им было уже очень много лет в то время, и я не могу предполагать, что они еще живы теперь. Я тоже ходил к ним в Шамбери и мало-помалу стал в их доме своим человеком. Их библиотека была к моим услугам. Воспоминания об этом счастливом времени до такой степени связаны с воспоминанием об иезуитах, что одно заставляет меня любить другое. И хотя учение их всегда казалось мне опасным, я никогда не мог найти в себе силы искренне возненавидеть их. Хотелось бы мне знать, западают ли в сердца других людей ребяческие чувства, подобные тем, что западают иногда в мое. Среди моих занятий в самой невинной жизни, какая только возможно, и несмотря на все, что мне говорили, страх перед адом все же часто волновал меня. Я спрашивал себя, в каком нахожусь я состоянии, если я сейчас умру, буду ли я осужден. Согласно учению моих янсенистов, это было несомненно, но моя совесть подсказывала мне, что это не так. Вечно пребывая в страхе и колеблясь в этой мучительной нерешительности, я, чтобы найти выход, прибегал к таким смешным средствам, за которые сам охотно запер бы в сумасшедший дом того, кто применяет их. Однажды, среди этих печальных размышлений, я в задумчивости кидал камни в стволы деревьев, делая это с присущей мне ловкостью, то есть почти никогда не попадая. За этим прекрасным занятием мне пришла в голову мысль сделать из него нечто вроде гадания, чтобы успокоить свое волнение. Я сказал себе, брошу этот камень вон в то дерево напротив, если попаду, это будет означать спасение, если промахнусь, осуждение. Подумав это, я дрожащей рукой и сбьющимся сердцем кидаю камень, да так удачно, что он попадает в самое дерево. Правда, выбрать дерево потолще и поближе, но с тех пор я больше не сомневался в своем спасении. Вспоминая этот случай, не знаю, смеяться мне над собой или плакать. А вы, великие люди, конечно, подымите меня на смех, но, радуясь своему превосходству, не издевайтесь над моей жалкой слабостью, потому что, клянусь вам, я отлично ее сознаю. Впрочем, эти волнения и тревоги, быть может, неразрывные, с благочестием, не были постоянным моим состоянием. Обычно я был довольно спокоен, и мысль о близкой смерти наполняла мою душу не столько скорбью, сколько тихой грустью, не лишенной даже своеобразной прелести. Недавно я нашел среди своих старых бумаг нечто вроде предсмертного напутствия самому себе, в котором я называл себя счастливым, так как умирал в том возрасте, когда находишь в себе достаточно мужества глядеть смерти в лицо, не узнав за всю свою краткую жизнь сильных ощущений, ни телесных, ни нравственных. Как я был прав? Предчувствие заставляло меня бояться, что я останусь жить только для страданий. Казалось, я предвидел судьбу, ожидавшую меня в конце моих дней. Никогда не был я так близок к мудрости, как в ту счастливую пору жизни. Не чувствуя особых угрызений совести за прошлое и без забот о будущем, я отдавался наслаждению настоящим, и это чувство господствовало в моей душе. Набожные люди обыкновенно обладают особого рода чувственностью. Они с упоением смакуют дозволенные им невинные удовольствия. Светские люди считают это каким-то преступлением, не знаю почему, или вернее знаю очень хорошо. Дело в том, что они завидуют людям, испытывающим радость простых удовольствий, которым сами они давно потеряли вкус. Я сохранил его, этот вкус, и мне было очень приятно со спокойной совестью удовлетворять его. Сердце мое, еще нетронутое, отдавалось всему с радостью ребенка, или вернее, если смею сказать, с восторгом ангела, так как эти мирные наслаждения по своей безмятежности в самом деле были райскими. Обеды на траве в Монтаниоле, ужины в беседке, сбор фруктов и винограда, вечера за трепанием льна с нашими слугами. Все это были для нас настоящие праздники, которым маменька радовалась не меньше, чем я. Уединенные прогулки имели еще больше прелести, так как во время них сердце изливалось с большей свободой. Одну из таких прогулок, составившую эпоху в моих воспоминаниях, мы совершили в день святого Людовика, имя которого носила маменька. Мы отправились вместе ранним утром после обедни, которую один кармелит отслужил для нас на рассвете в часовне, примыкавшей к дому. Я предложил посетить противоположный склон, где мы еще ни разу не бывали. Мы отправили припасы вперед, так как прогулка предполагалась на весь день. Несмотря на некоторую полноту, маменька ходила неплохо. Мы бродили по холмам, шли из леса в лес, иногда по солнцу, чаще в тени, отдыхая время от времени и не замечая часов. Мы говорили о себе, о своем союзе, о нашей отрадной судьбе и возносили молитвы о ее продлении, которые, однако, не были услышаны. Казалось, все сговорилось сделать этот день счастливым. Недавно прошел дождь, пыли не было, быстро бежали ручьи, свежий ветерок колыхал листву, воздух был чист, небосклон безоблачен, безмятежное спокойствие царило на небе, как и у нас в сердцах. Мы устроили обед у одного крестьянина, разделив его со всей его семьей, и она благословляла нас от чистого сердца. Эти бедные савояры такие хорошие люди. После обеда мы перебрались под тень больших деревьев. Я собирал сухие ветки, чтобы сварить кофе, а маменька травы среди кустарников. Пользуясь цветами того букета, который я нарвал ей по дороге, она объяснила мне множество любопытных подробностей их строения, что очень заинтересовало меня и должно бы было пробудить во мне склонность к занятию ботаникой, но время для этого еще не пришло. Я был слишком поглощен другими занятиями. Мысль, внезапно пришедшая мне в голову, отвлекла меня от цветов и растений. Мое душевное состояние, все, что мы говорили и делали в течение дня, все предметы, привлекавшие мое внимание, напомнили мне что-то вроде сна, который я видел наяву в Ан-Неси за семь или восемь лет перед тем, и о котором я говорил в своем месте. Сходство было так разительно, что при мысли об этом я был взволнован до слез. В порыве нежности я обнял свою дорогую подругу. Маменька, маменька, страстно сказал я ей, этот день был мне обещан уже давно, и я не знаю ничего прекрасней. Благодаря вам я достиг всей полноты счастья, пусть оно отныне не уменьшается, пусть длится до тех пор, пока я буду чувствовать всю его прелесть. Оно кончится только вместе со мной. Так протекали мои счастливые дни. Тем более счастливые, что, не замечая ничего, что должно было их нарушить, я в самом деле думал, что они окончатся только с моей жизнью. Не то, что поток моих забот окончательно иссяк, но я видел, что он пошел по другому руслу, и, как только мог, направлял его на полезные предметы, чтобы в нем самом найти исцеление. Маменька сама любила деревню, и эта склонность при мне не остывала. Мало помалу она полюбила и сельские занятия. Ей нравилось извлекать доход из земли. И в этом деле у нее были познания, которые она с удовольствием пускала в ход. Недовольствуясь участком земли, снимаемым ею, она брала в аренду то какой-нибудь луг, то поле. Она не могла оставаться праздной, и, применив к земледелию свои предпринимательские способности, повела дело так, что могла бы скоро стать крупной фермершей. Мне не очень нравился этот широкий размах, и я противился ему насколько мог, уверенный, что ее всегда будут обманывать, и что благодаря ее щедрости и расточительности расходы у нее будут всегда превышать доходы. однако я утешал себя мыслью, что этот доход по крайней мере не будет ничтожен и поддержит ее существование. Из всех предприятий, которые она могла затеять, это казалось мне наименее разорительным, и, не считая его источником дохода, как это делала она, я видел в нем постоянное занятие, ограждающее ее от мошенников и разорения. Увлеченный этой мыслью, я пламенно желал набраться сил и здоровья, чтобы быть в состоянии заботиться о ее делах, стать надсмотрщиком над ее рабочими или главным ее работником. И естественно, что труд, который мне приходилось брать на себя ради этого, часто отрывал меня от книг, отвлекал мою мысль от моих недугов и тем самым способствовал улучшению моего здоровья. На следующую зиму Борио, вернувшись из Италии, привез мне несколько книг, среди которых были Бонтемпи и Картелла Пермузыка отца Бонтемпи. Бонтемпи итальянский поэт и музыкальный теоретик. Картелла Пермузыка отца Бонтемпи напечатана в 1614 году. Руссо упоминает Бонтемпи в своем музыкальном словаре, как изобретателя обозначения седьмого звука гаммы нотой Си. Книги эти внушили мне интерес к истории музыки и к теоретическим изысканиям об этом прекрасном искусстве. Борио некоторое время оставался у нас, а так как я за несколько месяцев перед тем достиг совершеннолетия, было решено, что весной я поеду в Женеву для получения наследства оставшегося мне от матери, или, по крайней мере, моей доли этого наследства в ожидании известия о том, что сталось с братом. Все было сделано так, как решили. Я отправился в Женеву, отец мой тоже туда приехал. Он давно уже мог появляться в Женеве, не навлекая на себя неприятности, хотя приговор над ним не был отменен. Но так как его уважали за мужество и почитали за честность, то делали вид, будто забыли о его деле. И члены правительства, занятые одним важным проектом, который вскоре осуществился, не хотели преждевременно пугать буржуазию неуместным напоминанием о своей прежней пристрастности. Я боялся, как бы не возникли затруднения из-за того, что я переменил религию. Этого не случилось. Законы Женевы в этом отношении менее суровы, чем законы Берна, где каждый меняющий вероисповедание теряет не только свое звание, но и даже имущество. Таким образом, мое имущество не оспаривалось. Но сам не знаю как свелось к очень незначительной сумме. Хотя в смерти моего брата были почти уверены, однако юридических доказательств ее не имелось, а у меня не было достаточно веских оснований, чтобы вытребовать его долю. И я, не жалея об этом, оставил ее в помощь отцу, который пользовался ею до конца своей жизни. Как только юридические формальности были окончены, и я получил свои деньги, я отложил часть на покупку книг и полетел сложить остальное к ногам маменьки. Сердце мое всю дорогу билось от радости, и минута, когда я вручил ей эти деньги, была мне в тысячу раз отрадней той, когда я получал их. Она приняла их с простотой, свойственной прекрасным душам, которые, сами совершая подобные поступки без усилий, не удивляются им у других. Деньги пошли почти целиком на мои нужды, и это было сделано с той же простотой. Их употребление было бы совершенно тем же, будь они получены из другого источника. Между тем, здоровье мое не восстанавливалось. Напротив, я херел на глазах у всех, был бледен, как мертвец, и худ, как скелет. Биение в артериях стало ужасным, сердечные припадки у меня участились, я постоянно испытывал стеснение в груди, и моя слабость дошла наконец до того, что мне стало трудно двигаться. Я не мог ускорить шаг, не задыхаясь, не мог наклониться без головокружения, не мог поднять самые незначительные тяжести, я был доведен до полного бездействия, что особенно мучительно для такого подвижного человека, как я. Несомненно, ко всему этому примешивались нервы, болезнь счастливых людей. Она была и моей болезнью. Я часто плакал без причины, пугался малейшего шереста листьев, шороха, производимого птицей, томился от внезапных перемен в расположении духа среди спокойной и приятной жизни. Все это указывало на скуку, порожденную благополучием, которая, так сказать, заставляет чувствительность сумасбродствовать. Мы так мало созданы для того, чтобы быть счастливыми здесь, на земле, что у нас непременно должны страдать либо тело, либо душа, если только они не страдают вместе. Благополучное состояние одного из них почти всегда нарушает благополучие другого. В то самое время, когда я мог бы наслаждаться радостями жизни, мой пришедший в расстройство организм препятствовал этому, и никто не мог сказать, в чем действительно коренится причина моего недуга. Впоследствии, несмотря на годы и действительно серьезные недуги, тело мое восстановило свои силы, как будто только для того, чтобы я мог лучше чувствовать свое несчастье. И теперь, когда я больной, почти шестидесятилетний старик, удрученный всевозможными горестями, пишу это, я чувствую в себе больше жизненной силы для страданий, чем когда-то в цветущем возрасте, и на лоне самого подлинного счастья имел ее для наслаждений. Чтобы доконать себя, я ввел в свои чтения кое-что из физиологии и принялся изучать анатомию. Размышляя о бесконечном количестве частей, составляющих мой организм, а также об их действиях, я каждую минуту ожидал, что все это вот-вот распадется. Ничуть не удивленный тем, что вижу себя умирающим, я, наоборот, скорее удивлялся тому, что еще существую, и каждую болезнь, о которой мне приходилось читать, находил у себя. Я уверен, что если бы не был болен, то непременно заболел бы от этих занятий. Находя у себя симптомы всех болезней, я решил, что страдаю всеми ими сразу, и сверх того, заболел наиболее жестокой из них, от которой считал себя избавленным манией вылечиться. Это болезнь, которую трудно избежать, когда примешься читать медицинские книги. В результате поисков, размышлений и сравнений я вообразил, что причина моего недуга полип в сердце. И сам Соломон был, кажется, поражен этой идеей. Рассуждая последовательно, я должен был бы, исходя из этой мысли, утвердиться в прежнем своем решении. Я поступил иначе. Я напряг все свои умственные способности, чтобы отыскать средства вылечиться от полипа в сердце, с твердым намерением прибегнуть к этому чудодейственному лечению. В одной из своих поездок в Монтпелье с целью посетить ботанический сад и его смотрителя господина Суважа, Анне слышал, что господин Физ вылечил кого-то от полипа в сердце. Маменька вспомнила об этом и рассказала мне. Этого было достаточно, чтобы внушить мне желание обратиться к Физу. Надежда на излечение придала мне бодрости и силы для предстоящего путешествия. Деньги, полученные из Женевы, доставили средства для него. Маменька не только не препятствовала, но поощряла меня в этом предприятии. И вот я отправился в Монтпелье. Монтпелье, город в Южной Франции. Мне не пришлось ехать так далеко за нужным мне врачом. Устав от верховой езды, я нанял в Гренобле носилки. Следом за мной в Муаран прибыли одни за другими еще пять или шесть носилок. Получалось в самом деле настоящее приключение с носилками. Большую часть этих носилок составлял свадебный поезд новобрачной госпожи Дю Колумбия. С ней была другая дама, госпожа де Ларнаш, постарше ее и не такая красивая, но не менее привлекательная. Она должна была из Румана, куда ехала госпожа Дю Колумбия, продолжать путь до местечка Сент-Ан-де-Оль, близ Пон-Сент-Эспри. Понятно, что при моей уже известной застенчивости знакомство мое с этими блестящими дамами и окружавшей их свитой произошло не сразу. Но, в конце концов, путешествуя по одной и той же дороге, останавливаясь в одних и тех же гостиницах, вынужденной появляться за общим столом, я не мог избежать знакомства, если не хотел прослыть бирюком. Оно состоялось и даже ранее, чем я того хотел, потому что весь этот шум и гам мало подходили больному, да особенно с таким характером, как у меня. Но любопытство делает плутовок женщин такими настойчивыми, что, желая познакомиться с мужчиной, они, прежде всего, стараются вскружить ему голову. Так было и со мной. Госпожа де Колумбье, окруженная юными шалопаями, не имела времени прельщать меня, да это и не стоило затевать, так как мы должны были скоро расстаться, но госпоже де Ларнаш, менее осаждаемой, надо было подумать о дальнейшей дороге. Она принялась за меня, и прощай, бедный Жан-Жак, или вернее прощайте лихорадка, нервы, полип. Возле нее все прошло, за исключением некоторого сердцебиения, но от этого она не хотела меня излечить. Первым поводом к нашему знакомству было дурное состояние моего здоровья. Все видели, что я болен, знали, что я еду в Монпелье, и вид мой, и мои манеры должно быть, не говорили обо мне, как о распутнике. Вскоре выяснилось, что никто и не предполагает, будто я еду туда кутить. Хотя болезнь не особенно лестная рекомендация для мужчины в глазах дам, меня на этот раз она сделала интересным. По утрам они присылали узнать о моем здоровье и пригласить меня на чашку шоколада. Осведомлялись, как я провел ночь. Однажды, следуя своей похвальной привычке говорить, не думая, я ответил, что не знаю. Судя по этому ответу, они предположили, что я глуп. Они стали наблюдать за мной, и это наблюдение не повредило мне. Я слышал, как однажды госпожа Дю Коломбе сказала своей подруге, ему не хватает светскости, но он мил. Это замечание очень меня ободрило и привело к тому, что я действительно стал любезным. При более близком знакомстве пришлось рассказать о себе, сообщить, откуда я, кто я таков. Это мне было нелегко, так как я отлично понимал, что в хорошем обществе и особенно среди светских дам слово новообращенный должно погубить меня. Не знаю, как это мне пришло в голову, но я решил выдать себя за англичанина. Я объявил себя якобитом. Мне поверили. Я назвался Дэдингом, и меня стали называть господин Дэдинг. Якобиты сторонники английского короля Иакова II 1685-1688 сына казненного Карла I Стюарта. Он упорно старался проводить абсолютистскую политику, ориентируясь на землевладельческую аристократию и католическую церковь. Привлеченный английской буржуазией к борьбе против Иакова II, голландский штатгальтер Вильгельм Аранский низложил его и занял английский престол 1688 год. Парламентский строй, установившийся в результате этого переворота по терминологии английской буржуазии славной революции, представлял собой объединенное господство землевладельческой аристократии и торгово-промышленной буржуазии. Но один проклятый старик, некий маркиз Деаториньян, находившийся там, больной, как и я, страшно дряхлый и довольно сварливый, затеял с господином Деддингом разговор. Он заговорил со мной о короле Иакове, о претенденте, о старом дворе в Сен-Жермене. Претендент имеется в виду сын Иакова II, Иаков Стюарт, неоднократно, но безуспешно пытавшийся вернуть себе отцовский престол. Старый двор в Сен-Жермене, дворец в Сен-Жермене возле Парижа, долгое время являлся местопребыванием королевского двора. В эпоху Руссо двор находился в Версале, а в Сен-Жермене жили изгнанные из Англии стюарты. Я был как на иголках, ибо обо всем этом я знал только то немногое, что читал у графа Гамильтона и в газетах. Граф Гамильтон ирландский дворянин, последовавший за английским королем Иаковом II во Францию после его изгнания из Англии. Упоминаемая Руссо книга Гамильтона называется мемуары графа де Грамона. Однако то немногое я пустил в ход так удачно, что выпутался из беды и был счастлив уже тем, что меня не вздумали расспрашивать на английском языке, на котором я не знал ни единого слова. Вся компания сошлась очень тесно и с сожалению ждала минуты расставания. Мы ползли медленно как улитки. В воскресенье мы оказались в Сен-Марселине. Сен-Марселин город на юге Франции близ Савойи. Госпоже Деларнаш захотелось поехать к обедне. Я отправился с нею, и это чуть не испортило все дело. Я одержал себя как всегда. По моему скромному и сдержанному виду, она приняла меня за ханжу. И как она сама через два дня в этом призналась, у нее сложилось обо мне очень нелестное мнение. Мне пришлось проявить много галантности, чтобы загладить это впечатление. Или вернее госпожа Деларнаш, как женщина опытная и не желающая отказывать себе в удовлетворении своих причуд, захотела рискнуть, сделав первый шаг, чтобы посмотреть, как я выйду из положения. Она так со мной заигрывала, что я, далеко не переоценивая своей наружности, решил, что она смеется надо мной. Из-за этой нелепой мысли я повел себя очень глупо, хуже, чем маркиз из завещания. Робки влюбленный, действующее лицо в комедии Морево, завещание, 1736 год. Госпожа Деларнаш не уступила, она со мной кокетничала и говорила мне такие нежности, что даже не такой дурак, как я, очень затруднился бы принять все это всерьез. Чем больше она завлекала меня, тем больше укреплялся я в своей мысли, но особенно мучило меня то, что я в конце концов и в самом деле влюбился. Я говорил себе и ей вздыхая, ах, если бы все это было правдой, я был бы счастливейшим из смертных. Кажется, простота такого новичка, как я, только усилила ее прихоть, ей захотелось во что бы то ни стало настоять на своем. В Романе мы оставили госпожу Дю Колумбье со всей ее свитой и очень медленно и самым приятным образом продолжали путь втроем. Госпожа Доларнаш, маркиз Де Ториньян и я. Больной и ворчливый маркиз был, однако, довольно добрый человек, но, как говорится, не слишком склонный довольствоваться хлебом, слыша запах жаркова. Госпожа Доларнаш так мало скрывала свое расположение ко мне, что он заметил это раньше меня, и его едкие насмешки могли бы дать мне уверенность в благоволении дамы, о котором я не смел и мечтать, если бы, по странности, свойственной мне одному, я не вообразил, что они сговорились высмеять меня. Эта глупая мысль окончательно перевернула все в моей голове и заставила меня играть самую незавидную роль в том положении, в котором мое сердце, действительно увлеченное, могло бы продиктовать мне роль довольно блестящую. Не понимаю, как госпожу Доларнаш не оттолкнула моя угрюмость, и почему она с величайшим презрением не прогнала меня. Но она была умная женщина и умела распознавать людей. Она прекрасно видела, что в моих поступках больше глупости, чем холодности. Наконец, она добилась того, что я понял все. В Воланс мы приехали к обеду и, согласно нашему похвальному обычаю, пробыли там до вечера. Воланс, город в Южной Франции. Мы остановились за городом в гостинице Сен-Жак. Я всегда буду помнить эту гостиницу, так же, как комнату госпожи Доларнаш. После обеда она захотела пройтись. Она знала, что маркиз плохой ходок. Это был удобный случай остаться наедине. Она твердо решила им воспользоваться, потому что времени, чтобы достичь цели, оставалось мало, и его нельзя было терять. Мы прогуливались вокруг города вдоль рвов. Там я опять начал длинную историю своих болезней. Она отвечала так нежно и так прижимала иногда мою руку к своему сердцу, что только моя чрезмерная глупость мешала мне проверить на деле правдивость ее слов. Забавнее всего было то, что я сам был до крайности взволнован. Я уже сказал, что она была мила. Любовь сделала ее очаровательной и придала ей блеск первой молодости. И она кокетничала с таким искусством, что могла бы пленить самого опытного мужчину. Итак, я чувствовал себя очень неловко, по-прежнему каждую минуту готовый отбросить свою робость, но боязнь обидеть или не понравиться, еще больший страх быть освистанным, осмеянным, опозоренным, стать предметом застольных бесед и получить от безжалостного маркиза поздравления за свою предприимчивость сдерживали меня. Я негодовал на свой дурацкий стыд, но не мог побороть его, хотя и упрекал себя за это. Я был как на пытке. Я уже оставил свои повадки села Дона, всю неуместность которых почувствовал во время этой прекрасной прогулки. Не зная, как держать себя и что говорить, я молчал. У меня был надутый вид. Я делал все, чтобы навлечь на себя гнев, которого так боялся. К счастью, госпожа Деларнаш приняла более гуманные решения. Она резко прервала это молчание, обвив мою шею руками, и в тот же миг губы ее, прильнув к моим, сказали мне все слишком ясно, чтобы я мог оставаться в заблуждении. Перелом был как нельзя кстати. Я стал любезным. Пора было сделать это. Она дала мне ту уверенность, отсутствие которой почти всегда мешало мне быть самим собой. я стал самим собой наконец. Никогда еще мои глаза, мои чувства, мое сердце и мои губы не говорили столь красноречиво. Никогда еще не искупал я своих ошибок так полно. И если эта маленькая победа стоила госпоже Деларнаш хлопот, я думаю, ей не пришлось пожалеть об этом. Проживи я сто лет, я всегда с удовольствием вспоминал бы эту очаровательную женщину. Я говорю очаровательную, хотя она не была ни молода, ни красива. Но вместе с тем она была не безобразна, не стара, и лицо ее отнюдь не противоречило обаянию ее ума и грации. В отличие от других женщин, наименее свежим был у нее цвет лица, и я думаю, что его испортили румяна. Она имела причины быть податливой. Это было для нее средством показать свою действительную цену. Можно было увидеть ее и не полюбить, но нельзя было обладать ее и не обожать ее. И мне кажется, это доказывает, что она не всегда была так расточительна на ласке, как со мной. Она уступила влечению слишком быстро и слишком сильно, чтобы это можно было считать простительным, но сердце ее участвовало в нем, по крайней мере, настолько же, насколько и чувственность. И в то короткое, восхитительное время, которое я провел возле нее, я имел возможность убедиться, что, принуждая меня к умеренности, она, несмотря на свою страстность, больше заботилась о моем здоровье, нежели о своих удовольствиях. Наше сближение не укрылось от маркиза. Его шутки надо мной не прекратились, напротив, он больше, чем когда-либо обращался теперь со мной, как с несчастным влюбленным мучеником своей суровой дамы. У него ни разу не проскользнуло ни слова, ни улыбки, ни взгляда, которые заставили бы меня заподозрить, что он догадывается о наших отношениях, и я готов был думать, что мы его провели. Если бы госпожа Доларнаш, более проницательная, не сказала мне, что он все знает, но как человек воспитанный не подает виду. В самом деле невозможно было вести себя более благородно и проявлять большую учтивость, даже по отношению ко мне, если не считать его шуток, особенно усилившихся после моего успеха. Он, быть может, приписывал мне честь этого успеха и уже не считал меня таким дураком, каким я казался ему прежде. Он ошибался, как видите, но что из этого? Я воспользовался его заблуждением и право после того, как пришла моя очередь смеяться, я выносил его эпиграммы довольно терпеливо и благодушно и несколько раз даже более или менее удачно отвечал на них, гордый тем, что могу щегольнуть перед госпожой Даларнаш остроумием, которым был ей обязан. Я стал другим человеком. Мы путешествовали по самым плодородным местам. И в самое обильное время года. Всюду у нас был отличный стол, благодаря внимательным заботам маркиза. Однако я охотно обошелся бы без того, чтобы эти заботы простирались и на выбор для нас комнат. Но он посылал своего лакея вперед, чтобы занять их, и этот плод по собственному липочину или по приказанию маркиза всегда устраивал его рядом с госпожой Даларнаш, а меня запихивал на другой конец дома. Однако это нисколько не стесняло меня. Радость наших свиданий сделалась от этого только еще более острой. Этот восхитительный образ жизни продолжался четыре или пять дней, в течение которых я насыщался и опьянялся самыми сладостными наслаждениями. Они наполняли мою жизнь чистые, живые, без всякой примеси горечи. Это были первые и единственные наслаждения, которые я вкусил в такой полноте, и должен сказать, что именно госпоже Даларнаш обязан тем, что не умру, не узнав чувственных радостей. Если отношение мое к ней не было в собственном смысле слова любовью, оно было во всяком случае таким нежным ответом на ее любовь ко мне, исполнено такой жгучей чувственности в минуты обладания и такой нежной близости во время бесед, что отличалось всем очарованием страсти, без того безумия, которое кружит голову и мешает наслаждаться. Я испытал настоящую любовь только раз в жизни, и это было не к ней. Я никогда не любил ее так, как любил госпожу де Варанс, но, может быть, поэтому обладал ею востор асполнею. Возле маменьки удовольствие всегда омрачалось грустью, тайным сердечным трепетом, который я преодолевал не без труда. Вместо того, чтобы радоваться тому, что обладаю ею, я упрекал себя за то, что унижаю ее. Возле госпожи Деларнаш, наоборот, гордясь тем, что я мужчина и счастлив, я отдавался чувственности с радостью уверенно. Я разделял впечатления, которые производил, на ее чувственность. Я достаточно владел собой, чтобы с тщеславным восторгом наблюдать свой триумф и извлекать из него то, что могло его удвоить. Не помню, где нас покинул маркиз де Ториньян, живший в тех краях, но мы оказались одни, не доезжая до Монтелемара. С этого момента госпожа де Ларнаш посадила свою горничную в моей носилке, а я перешел к ней. Могу уверить, что дорога не показалась нам скучной, и мне трудно было бы описать местность, по которой мы проезжали. В Монтелемаре у госпожи Доларнаш были дела, задержавшие ее на три дня, в течение которых она, однако, покинула меня всего на четверть часа для визита повлекшего за собой несносных посетителей и приглашения, от которых она поспешила отказаться. Она сослалась на препятствие, не помешавшие нам, однако, совершать вдвоем прогулки в самой прекрасной стране и под самым прекрасным небом в мире. О, эти три дня! Иногда я так жалел о них, ведь у меня больше не было подобных. Дорожная любовь не может длиться долго. Нам пришлось расстаться. И, признаюсь, пора уж было. Не потому, чтоб я присытился или был близок к присыщению, я с каждым днем привязывался все больше. Но, несмотря на всю сдержанность моей дамы, у меня уже не оставалось почти ничего, кроме доброй воли. Перед расставанием я решил воспользоваться тем, что осталось, и она покорилась этому, чтобы оградить меня от опасности сближения с девицами Монтелье. Прощальные сожаления мы заменили планами будущего свидания. Было решено, что, поскольку такой образ жизни мне полезен, я приеду на зиму в Сент-Ан-де-Оль к госпоже Деларнаш. Я должен был пробыть только месяца полтора в Монтелье, а она тем временем устроит дела так, чтобы избежать сплетен. Она дала мне подробное наставление о том, что мне следовало знать, что я должен говорить, как держать себя. До того времени мы условились писать друг другу. Она долго и серьезно убеждала меня заботиться о своем здоровье, посоветоваться со знающими врачами, быть внимательным ко всему, что они мне предпишут, и взялась следить, чтобы я, пока буду с ней, выполнял эти предписания, как бы они ни были строги. Думаю, что все это она говорила искренне, потому что любила меня. Она дала мне тысячу доказательств этого, более надежных, чем ласки. По моей одежде она заметила, что я не утопал в роскоши, хотя сама она не была богата, но при расставании пыталась заставить меня разделить с ней ее кошелек, который привезла из Гренобля довольно туго набитым, и мне стоило большого труда отклонить это. Наконец, я покинул ее сердцем до краев полным ею, оставив, кажется, и в ней искреннюю привязанность ко мне. Я оканчивал свое путешествие, заново переживая его в воспоминаниях, к тому же очень довольный отличными носилками, где мог с полным удобством предаваться мечтам о наслаждениях уже полученных и тех, что мне были обещаны. Я только и думал, что о Сент-Андеоле и о чудесной жизни там меня ожидавшей. Видел только госпожу Даларнаш и ее окружение. Остальная вселенная не существовала для меня, даже маменька была забыта. Я перебирал в уме все подробности, сообщенные мне госпожой Даларнаш, старался составить себе представление о ее жилище, соседях, обществе и образе жизни. У нее была дочь, о которой она очень часто говорила мне с материнским обожанием. Дочери минуло уже 15 лет. Она была живая, очаровательная девушка с отличным характером. Мне было обещано, что она будет со мной любезна. Я не забыл этого обещания, и мне было очень любопытно, как мадемуазель Даларнаш будет обращаться с близким другом своей матери. Таковы были мои мечтания по дороге от Понсен-де-Спри до Ремулена. Мне советовали посмотреть Гардский мост. Я так и поступил. Гардский мост, построенный древними римлянами, знаменитый водопровод через реку Гард, приток Роны на юге Франции. Позавтракав отличными фигами, я взял себе проводника до Гардского моста. Это было первое римское сооружение, которое я видел. Я ожидал увидеть памятник достойный рук, создавших его. Но он превзошел мои ожидания, и это было единственный раз в моей жизни. Только римляне могли создать подобное. Вид этого простого и благородного сооружения поразил меня тем сильней, что оно находится в пустыне, а уединение и тишина значительно усиливают впечатление от предметов и вызываемый ими восторг. Дело в том, что так называемый мост этот не что иное, как водопровод. Невольно задаешь себе вопрос, какая сила перенесла эти огромные камни так далеко от каменоломни и собрала столько тысяч человеческих рук в необитаемое место? Я обижал три этажа этого великолепного сооружения, почтение к нему почти лишало меня смелости попирать его ногами, отзвук моих шагов под его необъятными сводами казался мне мощным голосом тех, кто их построил. Я терялся в этой необъятности, словно насекомое. Чувствуя себя маленьким, я в то же время ощущал нечто, возвышающее душу и со вздохом говорил себе «Зачем не родился я римлянином?» Несколько часов пробыл я там в восхищенном созерцании. Я вернулся рассеянный и задумчивый, и мечты мои не были благоприятны для госпожи Деларнаш. Она позаботилась предостеречь меня от девушек в Монтелье, но не от Гарцкого моста. Всего предвидеть невозможно. В Ниме я осматривал арену цирка. Ним, город в Южной Франции, цирк в Ниме представляет собой хорошо сохранившееся здание огромного римского цирка на 30 тысяч жителей. Это сооружение гораздо более величественное, чем Гардский мост, произвело на меня меньше впечатления. Потому ли, что восхищения оказались исчерпанными при виде первого предмета, или потому, что арена расположена среди города, и это менее способно возбудить восторг. Обширный и великолепный цирк окружен дренными домишками. На самой арене построены другие домишки, еще более жалки, и все в целом вызывает противоречивое и смутное чувство, в котором удовольствие и удивление заглушаются сожалением и негодованием. Позже я видел цирк в Вероне. Несравненно меньших размеров и не такой красивый, как в ними, но его охраняют и содержат по возможности в порядке и чистоте, и поэтому он произвел на меня более сильное и приятное впечатление. Верона город в Ломбардии, северная Италия, где уцелело много римских древностей. Французы ни о чем не заботятся и не уважают никаких памятников. Они принимаются за все с величайшей горячностью, но ничего не умеют ни окончить, ни сохранить. Я до такой степени изменился, и сластолюбие, которому я дал волю, во мне до такой степени разгоралось, что однажды я остановился в Понде Люнеле только для того, чтобы хорошо поесть в тамошнем обществе. Этот трактир, самый прославленный в Европе, вполне заслуживает своей репутации. Владельцы сумели извлечь все выгоды из его счастливого местоположения, чтобы постоянно иметь обильную и изысканную провизию. В самом деле, любопытно было найти в доме уединенном и затерянном вдали от города стол, снабженный всевозможной морской и речной рыбой, превосходной дичью, тонкими винами, притчательной и заботливой сервировки, какую можно встретить только в домах богатых и и все это за 35 сух. Но Пон де Люнель не мог долго просуществовать на широкую ногу и, стремясь поддержать свою репутацию, в конце концов навсегда ее потерял. В дороге я забыл про свою болезнь и вспомнил о ней только по приезде в Монтелье. Нервность моя совсем прошла, но другие недуги остались, и хотя привычка сделала меня менее чувствительным к ним, их было достаточно для того, чтобы всякий, неожиданно подвергшийся им, счел себя близким к смерти. На самом деле болезни мои были не столь мучительны, сколь страшны, и заставляли страдать больше дух, чем тело, которому они, казалось, предвещали разрушения. Отвлеченный сильными страстями, я не думал о своем состоянии, но так как болезни мои были вовсе немнимые, я их снова почувствовал, как только остыл. Поэтому я стал серьезно думать о советах госпожи Даларнаш и о цели своего путешествия. Я отправился к самым знаменитым врачам, особенно к физу, и даже от избытка осторожности поселился у одного врача на полном пансионе. Это был ирландец по имени Фитц Моррис, у которого на пансионе было довольно много студентов медиков, и для больного это было особенно удобно. Фитц Моррис брал за стол умеренную плату, а за лечение со своих пансионеров не брал ничего. Он взялся следить за моим здоровьем и за выполнением предписаний физа. Он хорошо справлялся со своими обязанностями в отношении диеты, ни с варением желудка в его пансионе не страдал никто. Я не отличался особенной чувствительностью к подобного рода лишениям, но так как сравнение навязывалось само собой, то иной раз не мог в глубине души не признать, что Де Триньян был лучшим поставщиком, чем Фитц-Моррис. Но с голоду там все же не умирали, а вся эта молодежь была очень веселой, и новый образ жизни был мне действительно полезен и не давал снова погрузиться в апатию. По утрам я глотал то лекарства, то какие-то воды, кажется, вальские, писал письма к госпоже Деларнаш, наша переписка шла своим чередом, и Руссо получал письма для передачи своему другу Деддингу. В полдень я совершал прогулку в Канург с кем-нибудь из моих молодых сотрапезников, которые были отличные ребята. Потом все собирались и шли обедать. После обеда большинство из нас было до вечера занято важным делом. Мы отправлялись за город сыграть две-три партии в шары. Я не играл, потому что у меня не было для этого ни силы, ни ловкости, но держал пари и поэтому с интересом следил за игроками и шарами, катившимися по неровной и каменистой дороге. Это было приятным и очень полезным для моего здоровья эмоционом, как раз по мне. Закусывали в загородном кабачке. Нет надобности говорить о том, что пирушки эти были веселы, но должен прибавить, что они были пристойны, несмотря на миловидность служанок. Господин Фитц Моррис, хорошо игравший в шары, был нашим предводителем, и могу сказать, что, несмотря на дурную репутацию студентов, я находил у этой молодежи больше нравственности и порядочности, чем у многих зрелых людей. Они были более шумливы, чем беспутны, более веселы, чем разнузданные, а я так быстро привыкаю к любому образу жизни, если он не требует от меня принуждения, что желал только продолжения такой жизни. Среди студентов было несколько ирландцев, у которых я из предосторожности старался перенять несколько английских слов перед поездкой в Сент-Анде-Оль, так как время отъезда приближалось. Госпожа Доларнаш торопила меня в каждом письме, и я готовился ей повиноваться. Было ясно, что доктора, ничего не понимая в моей болезни, считали меня притворщиком и обращались со мной соответствующим образом, пичкая псевдохинином, водами и сывороткой. В противоположность богословам, врачи и философы признают истинно лишь то, что они могут объяснить, и считают свою способность понимания мерилом возможного. Эти господа никак не могли определить моей болезни, значит, я не был болен. Как можно предположить, что доктора не все понимают? Я видел, что они стараются только потешить меня и вытянуть мои деньги. Рассудив, что их заместительница в Сент-Андеоле сделает это не хуже, но более приятным способом, я решил отдать ей предпочтение и с этим мудрым намерением покинул Монтелье. Я уехал в конце ноября после полутора или двухмесячного пребывания в этом городе, где оставил дюжину луидоров без всякой пользы, как для своего здоровья, так и для образования, если не считать начатого мною под руководством Фитц-Морриса курса анатомии. Но мне пришлось отказаться от занятий. Я не в силах был вынести ужасного зловония вскрываемых трупов. В глубине души недовольный принятым решением, я размышлял о нем, подвигаясь к Пон-Сент-Эспри, находящемуся на дороге как в Сент-Ан-де-Оль, так и в Шамбери. Воспоминания о маменьке и ее письма, хотя и более редкие, чем письма госпожи Даларнаш, пробудили в моем сердце угрызение совести, которое я во время первого путешествия подавил. На обратном пути эти воспоминания стали еще живее и, перевесив жажду наслаждения, заставили меня внять голосу рассудка. Прежде всего могло случиться, что я сыграю теперь роль менее удачно, чем в первый раз. Достаточно мне было встретить в Сент-Андеоле хоть одного человека, побывавшего в Англии или знающего англичан, знающего их язык, и я был бы разоблачен. Семья госпожи Даларнаш могла оказаться дурно расположенной ко мне и обойтись со мной не особенно учтиво. Да и дочь ее, о которой я против воли думал больше, чем нужно, беспокоила меня. Я боялся влюбиться в нее и был уже наполовину влюблен из-за этого страха. Неужели я еду для того, чтобы в отплату за добрые отношения матери обольстить ее дочь, завязать отвратительную интригу, внести в семью раздор, бесчестие, скандал и ад. Эта мысль привела меня в ужас. Я твердо решил бороться с собой и победить себя, в случае, если б моя несчастная склонность обнаружилась. Но зачем ввергать себя в эту борьбу? Что за жалкое положение жить с матерью, которой я уже присыщен, и пылать страстью к дочери, не смея открыть ей своего сердца? Что за нужда стремиться к подобному положению, идти навстречу несчастья и обид, угрызений совести из-за удовольствий, самую большую прелесть которых я уже испробовал? Несомненно, прихоть моя уже потеряла первый свой пыл. Вкус к наслаждению еще остался, но страсти уже больше не было. К этому еще примешивались мысли о моем положении, о моих обязанностях, о доброй, великодушной маменьки. Уже обремененная долгами, она делала для меня безумные траты, разорялась ради меня, а я так недостойно ее обманываю. Последний урок был настолько сильным, что решил дело. Приближаясь к Понс-Сент-Эспри, я решил не останавливаться в Сент-Анде-Оле и ехать дальше. Я мужественно выполнил свое решение, хотя, признаюсь, не без вздохов, но с внутренним удовлетворением, которое испытывал первый раз в жизни, и говорил себе, я заслуживаю своего собственного уважения. Долг я предпочел удовольствию. Вот первое, чем я действительно обязан науке, она приучила меня размышлять и сравнивать. После того, как я недавно усвоил себе такие чистые принципы, после того, как проникся правилами мудрости и добродетели, которым следовал с такой гордостью, мне стало стыдно быть непоследовательным по отношению к самому себе, так скоро и так явно забыв собственные правила, и этот стыд одержал верх над чувственностью. Может быть, в этом решении гордость играла такую же роль, как и добродетель, но если подобная гордость не есть сама добродетель, она так похожа на нее в своих проявлениях, что простительно ошибиться. Одно из преимуществ хороших поступков состоит в том, что они возвышают душу и предрасполагают ее к еще лучшим делам. Такова человеческая слабость, что приходится включать в число добрых дел и воздержание от зла, которое желаешь совершить. Как только я принял свое решение, я сделался совсем другим человеком, вернее, снова стал каким был до того, как любовное опьянение изменило меня. Полный самых лучших чувств и желаний я продолжал свой путь в благом намерении искупить свою вину, думая только о том, как отныне согласовать свое поведение с законами добродетели, посвятив себя без остатка лучшей из матерей, сохраняя ей верность, отвечающую моей привязанности к ней, и не повинуясь другой любви, кроме любви, к своим обязанностям. Увы. Искреннее мое обращение к добру казалось, готовило мне иной жребий, но судьба моя была предначертана и уже начала осуществляться. И когда сердце мое, полное любви ко всему доброму и чистому, стремилось лишь к невинной и счастливой жизни, я уже вплотную приблизился к тому зловещему моменту, за которым должна была потянуться длинная цепь моих бедствий. Желание поскорее доехать заставило меня передвигаться как можно быстрее. Из валанса я сообщил маменьке о дне и часе своего прибытия. Выиграв сверхрасчета полдня, я нарочно на это время остановился в Шапарияне, чтобы приехать точно в назначенный срок. Я хотел вкусить во всей сладости счастье снова увидеть маменьку. Я предпочел немного отсрочить его, ради удовольствия видеть, что меня ждут. Эта предосторожность всегда мне удавалась. Я привык к тому, что приезды мои всегда ознаменовывались своего рода торжеством. На этот раз я ждал такой же трогательной встречи и хотел подготовить ее. Я приехал точно в назначенный час. Уже издали я всматривался, не увижу ли маменьку на дороге. По мере приближения сердце мое билось все сильнее и сильнее. Прихожу запыхавшись, потому что оставил свой экипаж в городе и никого не вижу ни во дворе, ни в дверях, ни у окна. Я начинаю волноваться, опасаюсь какого-нибудь несчастья, вхожу. Все спокойно, работники завтракают на кухне, никаких приготовлений. служанка как будто удивлена моим появлением. Она не знала, что я должен был приехать. Подымаюсь наверх, вижу наконец ее, свою милую маменьку, так чисто, так нежно, так горячо любимую, вбегаю, бросаюсь к ее ногам. Ах, вот и ты, мой мальчик, говорит она, обнимая меня. Хорошо съездил? Как твое здоровье? Этот прием немного смутил меня. Я спросил, получила ли она мое письмо? Она ответила да. А я думал, нет, сказал я, и объяснение на этом кончилось. С ней был молодой человек. Я знал его, потому что видел один раз у нас в доме перед отъездом. Но сейчас он как будто здесь обосновался. Так оно и было. Короче говоря, мое место оказалось занятым. Этот молодой человек был родом из кантона Во. Отец его по фамилии Винсен Рид был привратником или так называемым капитаном Шильонского замка. Шильонский замок — замок в Швейцарии на берегу озера Ле-Ман, служивший государственной тюрьмой. Сын господина капитана был парикмахер подмастерья. Бродя по свету в этом звании, он явился к госпоже де Варанс, которая приняла его так же хорошо, как принимала всех проезжих, особенно из ее родной провинции. Это был высокий, бесцветный блондин, довольно статный, с плоским лицом и таким же умом. Он говорил, как красавец Леандр, рассказывая с интонациями и приемами, свойственными людям его ремесла, длинную историю своих любовных успехов, уверял, что называет только половину маркиз, с которыми был в связи, и утверждал, что не причесал ни одной хорошенькой женщины без того, чтобы не украсить рогами ее мужа. Пустой, глупый, невежественный, наглый, а, впрочем, прекраснейший человек на свете. Вот каким был тот, кто заместил меня во время отъезда и был предложен мне в компаньоны по возвращении. Красавец Леандр, персонаж итальянской комедии масок, тип самовлюбленного Фата. О, если только души, освобожденные от своих земных уз, еще видят из лона вечного света то, что творится у смертных, прости, дорогая, и чтимая мною тень, что я имею не больше снисхождения к твоим ошибкам, чем к своим собственным, и одинаково разоблачаю перед глазами читателей и те и другие. Я должен, я хочу быть таким же правдивым по отношению к тебе, как и к самому себе. При этом ты потеряешь гораздо меньше меня. Твой любезный и кроткий нрав, неисчерпаемая доброта твоего сердца, твоя искренность и все твои превосходные добродетели, сколько искупят они слабостей, если можно назвать так заблуждение одного лишь рассудка. У тебя были ошибки, но не пороки. Твои поступки заслуживали порицания, но твое сердце всегда оставалось чистым. Пусть положат на весы добро и зло и рассудят по справедливости. Найдется ли другая женщина, чья жизнь была бы вот так же выставлена на показ и которая посмела бы равняться с тобой? Пришелец проявлял большое прилежание, усердие, точность при исполнении мелких поручений, которых было всегда очень много. Он взял на себя роль надсмотрщика над рабочими. В противоположность мне он был очень шумлив, его было видно и в особенности слышно сразу и на пашне, и на сенокосе, и в лесу, и в конюшне, и на птичьем дворе. Не любил он только сада, потому что работа там была слишком тихая, обходившаяся без шума. Самым большим удовольствием для него было нагружать и возить, пилить или колоть дрова. Его всегда можно было видеть с топором или заступом в руках. Вечно было слышно, как он всюду бегает, стучит, орет во все горло. Не знаю, за скольких человек он работал, но шумел за десятерых и даже за целую дюжину. Вся эта сумятица произвела внушительное впечатление на мою бедную маменьку. Она решила, что этот молодой человек настоящий клад для ее хозяйства. Желая привязать его к себе, она пустила в ход все подходящие, по ее мнению, средства, не забыв и того, на которое более всего рассчитывала. Уже известны мое сердце, мои чувства, самые постоянные, самые искренние, в особенности те, что заставили меня вернуться к ней. Какое внезапное и полное потрясение всего моего существа. Поставьте себя на мое место, чтобы представить себе это. В одно мгновение для меня навсегда исчезло счастливое будущее, которое я себе рисовал. Все пленительные мечты, которые я нежно лелеял, погибли, и я, с детства не умевший отделять свое существование от ее жизни, в первый раз увидел себя одиноким. Эта минута была ужасна, дни за ней последовавшие беспросветны. Я был еще молод, но сладкое чувство радости и надежды, оживляющие юность, навсегда покинуло меня. С тех пор существо чувствующее наполовину умерло. Я видел перед собой только печальные остатки бессмысленной жизни, и если образ счастья еще волновал иногда мои желания, это счастье было уже не тем, какое мне свойственно, и я чувствовал, что, достигнув его, не буду действительно счастлив. Я был так глуп и так доверчив, что бесцеремонный тон пришельца объяснял легкостью маменьканого характера, приближавшего к ней всех, и никогда бы не заподозрил истинной причины, если б она сама не сказала мне о ней. Но маменька поспешила сделать мне это признание с откровенностью, которая довела бы меня до бешенства, если б только мое сердце было способно испытать к ней подобные чувства. Свой поступок она назвала вполне естественным, упрекнула меня в небрежности по хозяйству и сослалась на мои частые отлучки, как будто ее темперамент требовал заполнение пустоты. Ах, маменька, сказал я ей, со стесненным от горя сердцем, как решаетесь вы так говорить, и это награда за всю мою привязанность. Для того ли вы столько раз спасали мою жизнь, чтобы отнять у меня то, что заставляло меня дорожить ею? Я умру от этого, но вы пожалеете обо мне. Она отвечала мне спокойным тоном, от которого я чуть не сошел с ума, что я еще ребенок, что от таких событий не умирают, что я ничего не потеряю. Мы по-прежнему будем добрыми и во всех отношениях близкими друзьями, ее нежная привязанность ко мне не может уменьшиться, и окончится она только вместе с ее жизнью. Одним словом, маменька дала мне понять, что сохранятся все мои права, и я только разделю их с другим, но не лишусь их. Никогда еще чистота, искренность, сила моих чувств к ней, никогда нежность, честность моей души не ощущались мною полнее, чем в эту минуту. Я бросился к ее ногам, я обнял ее колени, проливая потоки слез. Нет, маменька, сказал я ей с жаром, я слишком люблю вас, чтобы унижать вас. Обладание вами слишком дорого мне, чтобы я мог разделять его с другим. Угрызения совести, сопровождавшие это сближение, когда я его достиг, усилились вместе с моей любовью. Нет, я не могу сохранить его той же ценой. Я всегда буду боготворить вас, а вы будьте всегда достойны этого. Мне гораздо важнее уважать вас, чем обладать вами. О, маменька, я уступаю вас, вам же самой. Все свои наслаждения я приношу в жертву единению наших сердец. Пусть лучше я тысячу раз погибну, чем вкушу их, унижая ту, которую люблю. Я исполнил свое решение, проявив при этом выдержку, смею сказать, достойную того чувства, которым оно было мне внушено. С этой минуты я стал смотреть на свою дорогую маменьку не иначе, как глазами настоящего сына. И должен заметить, что хотя она втайне не одобряла моего решения, в чем я имел достаточно случаев убедиться, тем не менее, никогда не употребляла никаких средств, чтобы заставить меня отказаться от него, ни вкрадчивых речей, ни ласк, ни хитрых уловок, какими женщин умеют пользоваться, не компрометируя себя, и которые редко не достигают цели. Принужденный искать своего счастья, независимо от нее, и не будучи в состоянии даже представить его себе, я впал в другую крайность и стал искать его только в ней. Я делал это так усердно, что почти забывал самого себя. Горячее желание видеть ее счастливой, какой бы то ни было ценой, поглощало все мои чувства. Как ни старалась она отделить свое счастье от моего, я считал ее счастье своим вопреки ей. Таким-то образом, вместе с моими злоключениями, стали вырастать семена добродетели, посеянные в глубине моей души, возвращенные занятиями наукой и ждавшие для своего полного созревания лишь содействия невзгоды. Первым плодом такого душевного бескорыстия явилось изгнания из моего сердца всякого чувства ненависти и ревности к моему заместителю. Наоборот, я хотел, и притом вполне искренне, привязаться к этому молодому человеку, образовать его, поработать над его воспитанием, заставить его почувствовать свое счастье, добиться того, чтобы он стал по возможности достойным этого счастья, словом, сделать для него то же самое, что сделал для меня в подобном случае Ане. Но между действующими лицами не было сходства. Обладая большей мягкостью и большими знаниями, я не имел ни хладнокровия, ни твердости Ане, ни силы его характера, внушавшей к нему уважение, необходимое мне для достижения успеха. В молодом человеке я находил еще меньше тех качеств, какие Ане нашел во мне. Моей покорности, привязанности, признательности, особенно потребности в его заботах и горячего желания извлечь из них пользу. Все это здесь отсутствовало. Тот, кого хотел я развить, видел во мне лишь скучного педанта и болтуна. Наоборот, собой он любовался, считал себя очень нужным человеком в доме, измерял свои мнимые заслуги производимым шумом и считал свои топоры и заступы гораздо более полезными, чем все мои княжонки. С известной точки зрения он был отчасти прав, но, основываясь на этом, принимал такой важный вид, что можно было помирить с осмехом. С крестьянами он корчил из себя дворянина-помещика. Скоро он стал также вести себя со мной и, наконец, даже с маменькой. Его фамилия Винсен-Рид стала казаться ему недостаточно благородной, и он переменил ее на Де-Куртий. Под этой фамилией он впоследствии стал известен в Шамбери и в Мурьенне, где впоследствии женился. Наконец, эта вельможная особа достигла того, что стала в доме всем, а я ничем. Когда я имел несчастье в чем-нибудь ему не угодить, он бронил не меня, а маменьку, и страх подвергнуть ее грубостям этого человека заставлял меня покоряться всем его желанием. Каждый раз, как он колол дрова, а он делал это с необычайной гордостью, я должен был находиться при нем в качестве праздного зрителя и безмолвного поклонника его удали. Впрочем, парень этот не был совсем дурным от природы. Он любил маменьку, так как невозможно было не любить ее, и даже ко мне не питал злобы, и когда в промежутках между его вспышками можно было говорить с ним, он выслушивал нас порой довольно смиренно, откровенно признаваясь, что просто глуп. Впрочем, после этого он делал новые глупости. Однако ум его был так ограничен, а все его склонности так низменны, что его было очень трудно в чем бы то ни было убедить и почти невозможно находить удовольствие в общении с ним. К обладанию женщиной полной очарования он присоединил в виде второго блюда горничную, старую, рыжую, беззубую, отталкивающую услуги, которые маменька, хоть и с отвращением, но терпеливо выносила. Я обнаружил эту новую связь и был вне себя от негодования, но я обнаружил также нечто другое, что еще больше взволновало меня и повергло в отчаяние, более глубокое, чем все, что я испытал до тех пор. Это было охлаждение ко мне маменьки. Воздержание, возложенное мною на себя и как будто одобренное ею, одна из тех вещей, которые никогда не прощаются женщинами, как бы они не притворялись, и не столько потому, что оно связано с лишением для них самих, сколько потому, что они видят в нем равнодушие к себе. Возьмите женщину самую рассудительную, самую философски настроенную, наименее чувственную, в ее глазах величайшее преступление мужчины, хотя бы и безразличного для нее, состоит в том, что, имея возможность обладать ею, он отказывается от этого. Видимо, здесь не может быть исключения, если даже такая сильная и искренняя привязанность была поколеблена моим воздержанием, продиктованным только добродетелю, уважением и преданностью. С тех пор я уже не находил в маменьке той сердечности и доверия, которые были для меня всегда самой нежной отрадой. Теперь она изливала передо мной свое сердце только в тех случаях, когда ей приходилось жаловаться на своего нового любимца. Когда же между ними все шло хорошо, она не баловала меня признаниями. В конце концов, она мало-помалу устроила свою жизнь так, что я уже больше в ней не участвовал. Мое присутствие еще доставляло ей удовольствие, но уже не было ей необходимо. И если б я не виделся с ней по целым дням, она не заметила бы этого. Незаметно я стал одиноким и чужим в том самом доме, где некогда был душой и где жил, так сказать, вдвойне. Мало-помалу я привык отстраняться от всего, что в нем происходило, и от всех живущих в нем. Чтобы избежать постоянных терзаний, я запирался со своими книгами или же уходил в леса, где мог дать волю слезам и вздохам. Такая жизнь скоро сделалась мне невыносимой. Я почувствовал, что физическое присутствие любимой женщины, чье сердце отдалилось от меня, расстравляет мои страдания, и что, перестав ее видеть, я буду меньше чувствовать жестокость разрыва. Я решил покинуть ее дом и сказал ей об этом. Она не только не возражала, но даже одобрила мое намерение. У нее была в Гренобле приятельница, госпожа Дейбанс, муж который был другом Демобли, главного судьи в Лионе. Господин Дейбанс предложил мне взять на себя воспитание детей в семействе господина Демобли. Я согласился и уехал в Лион, не оставив за собой и почти не почувствовав сам ни малейшего сожаления о разлуке, хотя прежде одна лишь мысль о ней, могла повергнуть меня в смертельное горе. Я обладал примерно теми познаниями, какие необходимы для воспитателя, и считал, что имею также соответствующий талант. Но в течение года, проведенного у Демобли, у меня было достаточно оснований разувериться в этом. Мягкостью своего характера я вполне подходил бы для этого занятия, если б моя вспыльчивость и бурные ее проявления не явились помехой. Пока все шло гладко, пока я видел успешность своих забот и трудов, я не щадил себя и был кроток, как ангел. Но я становился дьяволом, когда все шло не так. Если ученики не понимали меня, я выходил из себя, а если они упрямились, я готов был убить их. Таким способом, конечно, нельзя было сделать их знающими и послушными. У меня было их двое, разных по характеру. Один лет восьми-девяти по имени Сент-Мари был хорош собой, довольно умен, довольно жив, ветрен, шутлив, хитер, но хитрость его была безобидна. Младший канделияк производил впечатление тупицы, ротозея, существа упрямого, как мул, не способного ничему научиться. Можно представить себе, что мне приходилось нелегко с такими воспитанниками. Быть может, я и достиг бы успеха, если побладал терпением и хладнокровием, но, не отличаясь ни тем, ни другим, я не мог добиться никакого толку, и занятия шли из рук вон плохо. У меня было достаточно настойчивости, но мне не хватало выдержки и благоразумия. Я опускал в ход только три средства, с детьми всегда бесполезные, а часто даже и вредные, чувствительность, логика, гнев. Занимаясь Сент-Мари, я то умилялся до слез и старался растрогать его самого, как будто он был способен к настоящим сердечным переживаниям, то лез из кожи, чтобы всяческими доводами убедить его, точно он мог понять меня. Замечая у него иногда довольно тонкие суждения, я принимал это заподлинное логическое мышление, тогда как это было просто резонерство. Маленький Кандельяк был еще более трудным учеником, так как ничего не понимал, ничего не отвечал, оставался ко всему равнодушным, был невероятно упрям и больше всего торжествовал надо мной в тех случаях, когда ему удавалось привести меня в бешенство. Тут же он превращался в мудреца, а я становился ребенком. Я видел все свои ошибки, чувствовал их, я изучал наклонности своих учеников, вникал в них и не думаю, чтобы когда-либо попадался на их уловки. Но к чему служило мне знание зла, если я не мог искоренить его? Вникая во все, я ничему не мог помешать, ни в чем не достиг успеха, и делал как раз то, чего не следовало делать. Не лучшее, чем с успехами моих учеников, обстояло дело и с моими собственными. Я был рекомендован госпоже Демабли, госпожой Дейбанс. Она просила госпожу Демабли научить меня хорошим манерам и умению держать себя в свете. Госпожа Демабли проявила некоторую заботливость в этом отношении и пожелала, чтобы я научился принимать гостей в ее доме. Но я делал это так неловко, был так конфузлив, так глуп, что она отказалась от своего намерения и оставила меня в покое. Это не помешало мне, по моему обыкновению, влюбиться в нее. Я сделал достаточно для того, чтобы она это заметила, но не посмела объясниться. Она не была расположена делать какие-либо шаги в этом направлении, да и мне скоро наскучили мои вздохи и томные взгляды, так как я понял, что они ни к чему не приведут. Живя у маменьки, я навсегда освободился от привычки к мелким кражам, потому что все было в моем распоряжении и мне не было нужды красть. К тому же высокие принципы, которые я воспитал в себе, не могли не предохранить меня от подобных низостей, и с тех пор я обычно не совершал их. Но происходило это не столько благодаря умению побеждать соблазны, сколько благодаря тому, что был устранен повод для них. И мне грозила бы большая опасность не удержаться от кражи, как в детстве. Если б я подвергался искушениям. В этом я убедился, живя у господина Демомли. Окруженный дорогими безделушками, я даже не обращал на них внимания, хотя унести их было бы нетрудно. Я прельстился только очень хорошим белым вином из Арбуа. Несколько стаканов этого вина, выпитых мною за обедом, разлакомили меня. Оно было немного мутно. Я считал, что хорошо умею очищать вино, похвастался этим, и мне его вверили. Я произвел осаждение и испортил вино. Но только на вид, а на вкус оно осталось по-прежнему хорошим. Этот случай дал мне возможность время от времени доставать несколько бутылок вина и потягивать его в свое удовольствие у себя в комнате. К несчастью, я не могу пить вино, ничем его не заедая. Как сделать, чтобы иметь хлеб? Невозможно было оставлять его про запас. Покупать хлеб, посылая Лакеев, значило бы выдать себя и к тому же нанести чуть не оскорбление хозяину дома. Покупать сам я никогда бы не решился. Чтобы важный господин при шпаге пошел к булочнику купить кусок хлеба, как это можно. Наконец, я вспомнил, какой выход придумала одна принцесса. Когда ей доложили, что у крестьян нет хлеба, она ответила, пускай едят брюши. И я стал покупать брюши. Брюши, сдобный хлебец, стоимостью своей намного превышающей обыкновенный белый хлеб. Фраза, цитированная Руссо, стала исторической. Но сколько сложностей, чтобы устроить это. Выйдя один из дому с этим намерением, я иногда обегал весь город, проходя по крайней мере мимо тридцати кондитерских, прежде чем зайти в какую-нибудь из них. Надо было, чтоб в ней оказался только один булочник, и чтоб его физиономия понравилась мне. Только в этом случае осмеливался я переступить порог. Но зато, когда я получал драгоценную брюш, и, запершись у себя в комнате, вытаскивал из глубины шкафа бутылку вина, как славно распивал я ее понемногу наедине, читая страницу другую романа. Чтение за едой было всегда моим любимым занятием, при отсутствии собеседника это замена общества, которого мне не достает. Я глотаю попеременно то кусок, то страницу, словно книга моя обедает вместе со мной. Я никогда не был ни распутником, ни кутилой, и ни разу в жизни не был пьян, поэтому мои маленькие кражи не были очень заметны. Однако они открылись, меня выдали бутылки. Мне не подали виду, но отстранили меня от погреба. Господин Дамабли проявил в этом деле порядочность и такт. Это был очень любезный человек, отличавшийся вопреки суровой, как его профессия внешности, подлинной мягкостью характера и сердечной добротой. Он был беспристрастен, справедлив, и, что трудно было ожидать от судейского, даже очень человеколюбив. Чувствуя его снисходительность, я привязался к нему, и это заставило меня прожить в его доме дольше, чем я предполагал. Но, наконец, почувствовав отвращение к занятиям, к которым я оказался неспособен, а также к создавшемуся очень неловкому положению, не имевшему для меня ничего приятного, после опытов целого года, в течение которого я не жалел усилий, я решил покинуть своих учеников, твердо убежденный, что мне никогда не удастся воспитать их как следует. Господин Дамабли понимал это так же хорошо, как и я. Однако, он, кажется, никогда не решился бы сам отказать мне, если б я не освободил его от этого труда, такой чрезмерной снисходительности, я в подобном случае, конечно, не одобряю. Особенно невыносимым казалось мне мое положение из-за постоянного сравнения его с тем, которое я покинул. Я вспоминал о милых шарметтах, о моем саде, деревьях, фонтане, огороде, и особенно о той, для которой я был рожден, которая вдыхала душу во все это. Когда я вспоминал ее, вспоминал наши радости, нашу невинную жизнь, сердце мое сжималось и у души лишало меня сил что-нибудь делать. Сотни раз являлось у меня неодолимое искушение уйти сейчас же пешком и снова вернуться к ней, только бы увидеть ее еще хоть раз. И я рад был бы умереть в то же мгновение. Наконец, я уже не мог противиться столь нежным воспоминаниям, призывавшим меня к ней во что бы то ни стало. Я говорил себе, что не был достаточно терпелив, достаточно снисходителен, достаточно ласков, что я могу еще жить счастливо, в самой нежной дружбе, предавшись ей более чем до сих пор. И вот я строю самые чудесные планы в мире и горю от нетерпения выполнить их. Бросаю все, от всего отказываюсь, еду, лечу, приезжаю с теми же восторгами первой молодости, и вот я у ее ног. Я умер бы от радости, если бы в ее встрече, в ее ласках, в ее сердце нашел бы хоть -четверть того, что находил когда-то и что еще принес с собой. Страшная призрачность человеческих отношений. Она приняла меня, как всегда, сердечной добротой, которая могла исчезнуть только вместе с нею, но я приехал, надеясь, найти прошлое, а его уже не было, и оно не могло возродиться. Я не пробыл с ней и получаса, как почувствовал, что мое прежнее счастье умерло навсегда. Я очутился в том самом отчаянном положении, от которого принужден был бежать, и при том не могу сказать, чтобы тут была чья-нибудь вина, потому что Куртий в сущности вовсе не был дурным человеком, и, увидев меня, кажется, скорее обрадовался, чем огорчился. Но как примириться с тем, что я лишний возле той, для которой когда-то был всем, и которая не могла перестать быть всем для меня? Как жить чужим в доме, где я рос, как родной? Вид предметов свидетелей моего былого счастья делал сравнение еще более мучительным. Я менее страдал бы в другой обстановке. Но постоянные воспоминания усиливали горечь утраты. Томимый бесплодными сожалениями, предавшись самой черной меланхолии, я снова решил оставаться одиноким все время, кроме часов, отведенных для обеда и ужина. Запершись с моими книгами, я принялся искать в них забвения и полезных знаний. И чувствуя угрожающую опасность, которой я когда-то так боялся, я снова стал мучиться, стараясь в себе самом найти способы помочь маменьке, когда она останется без средств. Я поставил хозяйство в ее доме так, чтобы оно шло, не ухудшаясь. Но после меня все изменилось. ее управляющий был расточитель. Он хотел блистать, иметь хороших лошадей, хорошие экипажи, любил показываться во всей пышности перед соседями, постоянно возился с предприятиями, в которых ничего не смыслил. Пенсия проедалась вперед, деньги за аренду тоже, плата за дом задерживалась, а долги росли своим чередом. Я предвидел, что на пенсию наложат арест, а может быть и вовсе ее отменят. Словом, я не ожидал ничего, кроме разорения и бедствий, и минуты это казалось мне такой близкой, что я заранее переживал все ее ужасы. Мой милый книжный шкаф был мне единственным развлечением. стараясь найти в нем исцеление от душевных страданий, я искал в нем также и лекарства от ожидаемых материальных бедствий, и, вернувшись к прежним своим мыслям, снова начал строить воздушные замки, намереваясь избавить бедную маменьку от ужасной нищеты, в которую она, я видел, готова была впасть. Я чувствовал, что недостаточно учен и считал себя недостаточно одаренным, чтобы блистать в литературе и достигнуть богатства на этом поприще. Новая мысль, пришедшая мне в голову, внушила мне уверенность в себе, которую мои посредственные способности не могли мне дать. Прекратив преподавание музыки, я не перестал заниматься ею. Напротив, я так хорошо изучил теорию, что, по крайней мере, в этой области мог считать себя ученым. Размышляя о той трудности, с какой я научился разбирать ноты, и которую еще испытывал, когда пел с листа, я пришел к мысли, что это зависит, быть может, от самой постановки дела в такой же мере, как и от меня, особенно, если учесть, что учиться музыке занятие вообще нелегкое ни для кого. Рассматривая нотные знаки, я часто находил, что они выдуманы неудачно. У меня уже давно возникла мысль обозначить музыкальную шкалу цифрами, чтобы избежать необходимости чертить линии и значки для записи любой песенки. Я не знал только, как передавать такт октавы и длительность звука. Эта мысль снова пришла мне в голову. Вернувшись к ней, я увидел, что трудности не являются непреодолимыми. Мои мечты осуществились, и я добился того, что стал записывать музыкальные произведения цифрами с величайшей точностью и, могу сказать, с величайшей простотой. С этого момента я поверил, что судьба моя устроена и в страстном желании разделить ее с той, кому был всем обязан, только и мечтал о поездке в Париж, не сомневаясь, что, представив свой проект в Академию, я произведу революцию в музыке. Я привез немного денег из Леона, а теперь продал свои книги. В две недели мое решение было принято и приведено в исполнение. И вот полный блестящих идей, всегда верный самому себе, я покинул Савою со своей музыкальной системой, как в былые дни покидал Турин с Героновым фонтаном. Таковы были заблуждения и ошибки моей юности. Я рассказал ее историю с правдивостью, удовлетворяющей мое сердце. Возможно, что впоследствии я украсил свой зрелый возраст некоторыми добродетелями. Я желал бы рассказать о них так же откровенно, но вынужден остановиться. Время может приподнять много покровов. Если память обо мне дойдет до потомства, может быть, оно когда-нибудь узнает, что я должен был сказать. Тогда поймут, почему я умолкаю. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Продолжение следует...